Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке roelib.com, http, двоеточие, двойной слеш, roelib, точка ком. Все книги автора, http, двоеточие, двойной слеш, roelib, точка ком, слеш, осер, слеш, иванов, подчеркивание, с, точка html. Эта же книга в других форматах, http, двоеточие, двойной слеш, roelib, точка ком, слеш, бук слеш, иванов, подчеркивание, с, леш, аэстробит, или подчеркивание, порву, подчеркивание, мировой, подчеркивание, войне, подчеркивание, и чест, подчеркивание, 2, точка html. Приятного чтения. С.В. Иванов. Истребители Первой мировой войны, часть 2. Война в воздухе, 86. Война в воздухе, номер 86, 2001 года, периодическое научно-популярное издание для членов военно-исторических клубов. Эредактор-составитель Иванов С.В. При участии О.О. УАРС. Лицензия Л.В. Номер 35 от 29 августа 1997 года, Иванов С.В. 2, 2001 года. Издание не содержит пропаганды и рекламы. Отпечатанного в типографии анота «Город Белорецк», У.С.В. 14 тираж. 300 экземпляров. Германия. Продолжение. Гальберштаде 2. В конце 1915 года фирма Гальберштадер Флюкция Гверки создала истребитель Биплэн. Самолет создавался как ответ на французский Ньюпор-11, который во второй половине 1915 года начал доминировать в небе, первый самолет Ди-Ай с двигателем Мерседес Ди-Ай мощностью 73 кВт, созданный фирмой в феврале 1915 года, оказался не очень удачным и не пошел в серию. Доработанный Ди-2 прошел испытания, и в первой половине 1916 года началось его производство. Самолет Ди-2 отличался хорошей маневренностью, но был тихо ходен и довольно хрупок. При активных маневрах во время воздушного боя конструкция самолета находилась на пределе своих возможностей. Но пилотам нравился этот самолет за его хорошие летные качества и отличный обзор из кабины. В июне 1916 года самолет появился в боевых частях, но уже к концу года был вытеснен новыми модификациями Эльбатроса. Выпуск самолета продолжался до середины 1917 года. В январе 1917 года в действующей армии имелось несколько десятков в Гальберштаде в Ди-2, хотя в большинстве своем они применялись на второстепенных фронтах в Месопотамия, Палестине и Македонии. Но отдельные экземпляры попадались на Западном фронте в плоде конца 1917 года. Выпуск самолетов данного типа также осуществлялся по лицензии фирмы «Мегановер» и «Авиатик». Всего было выпущено 120 самолетов в Ди-2, а также 55 самолетов в Ди-3 и Ди-Ви, отличавшихся от Ди-2 двигателем и деталями конструкции. Самолет изначально планировался подрядный двигатель, который, хоть и был тяжелее, развивал большую мощность. Так, самолет Ди-1 получил ряд на 6-цилиндровый двигатель Мерседес Ди-Ай мощностью 73 киловатта, Ди-От двигателя Аргуса с 2-й мощностью 88 киловатт, Ди-2 и Ди-3 двигатель Мерседес Ди-2 мощностью 88 киловатт, Ди-4 и Ди-Ви-Бенц Би за 3-ю мощностью 110 киловатт. Гальбершта Ди-2 из 2К Е. К. Галбершта Ди-2 номер 818 дробь 16, зима 1916-1917 года. Г. Гальбершта Ди-11 с поврежденной законцовкой крыла. Гальбершта Ди-2 представлял собой одноместный одномоторный бетлан смешанной конструкции. Фюзеляж образован деревянной фермой, борта вертикальная и верхняя сторона профилирована. Передняя часть фюзеляжа обшита алюминиевым листом и фанерой, остальная обшивка матерчатая. Крылья двухлонжеронные, деревянные, обшиты материи. Верхнее крыло состоит из трех частей, нижнее крыло – из двух частей. Элироны только на верхнем крыле, изготовленные из стальных трубок и обтянутой материи. Крылья с двумя парами распорок. Верхнее крыло заметно смещено вперед относительно нижнего, поэтому распорки наклонены вперед. Распорки из стальных трубок, имеющих каплевидное сечение. Хвостовое оперение плавающее, плоское, выполнено из стальных трубок, обтянутых материи. Шасси с двумя стойками из трубок каплевидного сечения с обшейосью и резиновым амортизатором. Двигатель – рядный, шестьцилиндровый, жидкостного охлаждения Mercedes-D2 мощностью 88 кВт. Вин двухлопастной деревянной фирмы Garuda. Радиатор плоский типа TV Sundbrun, установлен справа на фюзеляже под верхним крылом. Главный бензобак находится в фюзеляже рядом с двигателем. Вооружение – 1,7,92 пулемет Шпандау 08-15, установленный на правом борту в пределах досягаемости рок-пилота и стреляющий через диск винта при помощи синхронизатора. Токсикотехнические данные. Сухая масса 561 кг. Взлетная масса 771 кг. Размах крыла 8,8 метра. Длина 7,30 метра. Высота 2,66 метра. Площадь крыла 22,7 мент номер 178. Максимальная скорость 145 км в час. Потолок 4000 метров. Время набора 2000 метров в 9 минут. Время полета 1,5 часа. Хеллбоссет Ди 2. ЛФГ Ролан Ди 2. Фирма Люфтфарц и Гизельшифт МПХ, ЛФГ, действовала в Берлине с 1908 года. Первоначально руководство фирмы предполагало выпускать по лицензии американские самолеты Райт, но благодаря хорошему конструкторскому коллективу решилось на создание собственных машин. Главный конструктор фирмы инженер Танцен вместе с инженерами Киммерером и Рихтером разработал ряд новаторских машин, широко используя металл. В начале 1915 года фирма ЛФГ получила лицензию на выпуск самолетов Альбатрос Ви 2 и Си Ай. Но конструкторы фирмы не удовлетворились этим и создали двухместные самолеты Си Ай и Си 2 с несущей обшивкой. Самолеты под названием Велфиш, Кит, выпускали серийно и хорошо показали себя на фронте. В марте 1917 года появился истребитель Ди Ай. В июле 1917 года самолет облетали, назвав его Хейлфиш, Акуа. Самолет имел деревянную конструкцию и фюзеляж с несущей обшивкой с фанеры. Фюзеляж изготавливался следующим образом. На форме половины фюзеляжа выклеивались из полос трехслойные фанеры толщиной 1 мм и шириной 80 мм. В передней части соединения полос обклеивали тканью, после чего наклеивали второй слой полос, расположенный под углом 45 относительно первого. Обе половины соединялись между собой с помощью легкого деревянного каркаса. Снаружи фюзеляж обклеивался материей и покрывался лаком в два слоя. Технология, получившая название «Викл Рампф», была очень трудоемкой, но позволяла получить легкий и прочный фюзеляж, имеющий к тому же хорошую аэродинамику. Другой особенностью самолета было то, что верхнее крыло буквально лежало на фюзеляже, опираясь на невысокий пилон почти по всей своей ширине. В результате достигалась высокая прочность, но при этом ограничивался обзор из кабины вперед. Прототип D.A. оснащался рядным двигателем Mercedes D3 мощностью 116 кВт. В октябре 1917 года конструкцию самолета незначительно улучшили, так появился самолет D2. Двигатель остался прежним, небольшое число машин оснащали двигателем Argus с третьей мощностью 131 кВт, что значительно улучшало характеристики самолета. Всего выпустили около 300 машин. Значительную часть общей серии по лицензии изготовила фирма «Пфальцфлюкс» и «Кверки ГМБХ». Первые самолеты поступили в конце 1917 года в «Джестрят-27» во Франции. В это время эскадрильей командовал Герман Геринг. Затем самолеты появились в «Джестрят-25» на Балканах. На самолете D2 долгое время летал немецкий ас-лейтенант Карл Рим. В 1917 году полностью осносить самолет в «Миде-2» успели только одну эскадрилью – «Маринфлджект Степл-2». Но вскоре английские бомбардировщики нанесли по аэродрому эскадрилье удар, уничтожив все стоявшие на земле самолеты. После этого случая эскадрилья получила «Альбатрос» и «Ди-3». Самолеты «Роланди-2» не пользовались популярностью среди пилотов. Они были трудны в пилотировании и не отличались хорошей маневренностью. Потому долго в частях самолета «Ди-2» не продержались, быстро уступив место «Альбатросам». ЛФГ «Роланди-11». ЛФГ «Роланди-2». ЛФГ «Роланди-Вип-6117-18». Самолет «Роланди-11» представлял собой одноместный, одномоторный истребитель беплан смешанной конструкции. Фюзеляж деревянный с несущей обшивкой на легком деревянном каркасе. Сечение фюзеляжей эллиптическое. Передняя часть фюзеляжей обшита металлическим листом, винт оснащен массивным коком. Киль образовывал интегральную часть фюзеляжей. Горизонтальный стабилизатор из стальных трубок, обшитых материи. Рули плоские, без профиля, с угловой балансировкой. Крылья деревянные двухлонжеронные, с небольшой стреловидностью, без возвышения, тонкого профиля, одинаковой ширины, обшитые материи. Верхнее крыло состоит из двух частей, элероны только на верхнем крыле. Шасси с двумя стойками из профилированных стальных трубок. Общая вось закрыта небольшим крылом. Самолет оснащался рядным шестьцилиндровым двигателем жидкостного охлаждения Mercedes-Benz D третьей мощностью 116 кВт. Второй или Argus S третьей мощностью 131 кВт. Двигатель был почти целиком утоплен фюзеляж. Выхлопная труба типа слоновых обод, выведена направо вниз. Плоский радиатор установлен в центральной части верхнего крыла. Главный бензобак находится в нижней части фюзеляжа зад двигателем. Промежуточный бензобак установлен в левом верхнем крыле у фюзеляжа. Винь деревянный двухлопастный фирмы Axial, прикрытый коком. Вооружение, два пулемета Шпандао калибра 7,92 мм фюзеляжа перед пилотом, по обе стороны от блока цилиндров. ЛФГ Роланди 2. Тактико-технические данные самолета Роланди 2, D.I.A.A. Сухая масса 715, 635, к. Взлетная масса 954, 795, к. Размах крыла 8,94, 8,90 мм. Длина 6,93, 6,95 мм. Высота 3,11, 9,95 мм. Площадь крыла 22,8, 22 мм. Номер 178. Максимальную скорость 170, 180 мч. Время и набор 5000 метров 23, 20 мм. Пфальц-Ди 3. Пфальц-Ди 3. Пфальц-Ди 3. Братья Альфред, Эрнст и Вальтер Ферсбуш в июле 1913 года организовали фирму Пфальцфлюкция Гверки ГМБ Хавшпейер на арене. Альфред Эферсбуш получил лицензию пилота во Франции на фирме Моран Солния, поэтому он также надеялся получить лицензию на выпуск самолетов этой фирмы. Братья желали выпускать самолеты типов Н и ЛВ. Итоги оба самолета выпускались в Пфальц в годы войны, но уже безо всякой лицензии под обозначением Пфальц А-1 и Ай. За этой фирме пришлось платить после войны компенсацию французам. Но это случилось после войны, а перед войной братья пытались получить кредит на развертывание деятельности фирмы. Помощь оказала фирма УТА Верки из Баварии, дад фирме лицензию на выпуск самолета Фотодопельдекер 1913 с толкающим винтом. В августе 1914 года фирма смогла предложить баварской армии три самолета УТА Ди, 1913 и три контрафатных Ай-Ай. Всего нелицензионных самолетов выпустили около 60, но большинство из них попало в летные школы. В конце 1915 года появился самолет и второй, который применяли на Западном фронте, а также в Палестине и Македонии. Следующей лицензией, которую сумела получить фирма, стала лицензия на самолеты Роланди Ай и Ди, 1Ай. Изготовили около 200 машин. В середине 1916 года начался конкурс по созданию копии Ньюпора 11. Но новый молодой генеральный конструктор фирмы Рудольф Гиллингер вместе с конструкторами Паулюсом и Гальдмахером решил создать свой самолет. Официально говорилось о создании копия, иначе фирма не получила бы кредит. Основываясь на конструкции самолета Роланди 2, Гиллингер создал совершенно новый самолет с несущей арпшифтой. Самолет, обозначенный как Фальц Ди 3, облетали в марте 1917 года. Военному машину понравилось, последовал заказ на 70 самолетов. В июне заказ расширили до 300 машин, но вскоре заказ сократили до 190, так как фирма предложила новый самолет Ди Ай-Ай-Ай-Ай. Самолет отличался большей площадью горизонтального стабилизатора. Этих самолетов заказали 110 штук. В сентябре последовал новый заказ над 200 машин, а в январе 1918 года заказали еще 340, а в феврале 1918 года еще 100. Всего фирма получила заказов более чем на 1 тысячи самолетов тех модификаций, но удалось выпустить лишь около 1 тысячи машин, тогда как на фронте число не превышало 600. Первый Ди 3 получила G-110 еще в августе 1917 года. Второй самолет остался G-122. На этой машине летал лейтенант Аленц. Приоритетно самолет и Ди 3 и Ди Ай-Ай-Ай-Ай-Ай поступали в баварскую армию, которая действовала полуавтономно в составе Казеровской армии. К номерам баварских частей прибавлялся код «мягкий знак», например G-116-B, 32-B, 34-B, 35-B. Именно перечисленные эскадрильи в 1918 году образовывали отдельно 4-й истребительный полк. Всего самолеты Ди 3 и Ди Ай-Ай-Ай-Ай летали в составе 40 эскадрильей сухопутных и трех морских эскадрильей. Самолет «Пфальц» Ди 3 не пользовался большой популярностью у пилотов. Например, Вернер Фосс, командовавший G-110, короткое время летал на Ди 3, когда его эскадрилью оснастили этими машинами. Ему даже удалось одержать 4 победы на нем. Но едва в его руки попал новый Фокер Ди Ай-Ай, Фосс больше на Ди 3 не садился. Но были пилоты, которым «Пфальц» Ди 3 очень понравился. Например, лейтенант Пауль Боймер из G-102 одержал на Ди 3 более десятка побед. По сравнению с «Пфальц» Ди 2 был медленнее и менее маневренный, но отличался больше живучестью и имел небольшой силуэт. В его конструкции было заметно влияние и не упора 11. Нижнее крыло было короче и уже. Распорки имели форму букву «Ю», что придавало им большую прочность. Самолет «Пфальц» Ди 3 представлял собой одноместный одномоторный бетлан деревянной конструкции. Фюзеляж с несущей обшивкой на легком деревянном каркасе, обтекаемой формы, эллиптического сечения. Алюминиевым листом обшит капот и передний сегмент фюзеляжи. Кель составил интегральную часть фюзеляжи. Горизонтальный стабилизатор деревянный с матерчатой обшивкой. Профиль горизонтального стабилизатора был плосковыпуклый, выпуклой стороной вниз. Руль высоты деревянный, обшитый материи. Руль направления сваренных стальных труб, обшит материи. Крылья деревянные, двухланжеронные с матерчатой обшивкой. Верхнее крыло из трех частей, центропланы обшит фанерой. В центроплане находился радиатор ТВ Сундбрун и промежуточный бензобак. Верхнее крыло прямое, без возвышения, шириной 1,65 метра со скошенными законцовками. Илероны только на верхнем крыле деревянные, обшитые материей с угловой балансировкой. Нижнее крыло прямое, из двух частей, с минимальным возвышением, один, шириной 1,20 метра, размахом 7,80 метра. Крылья соединялись двумя распорками в форме буквы «Ю», а также проволочными растяжками. Шасси с двумя стойками, общей осью и резиновым амортизатором. Двигатель, шестьцилиндровый, рядный, жидкостного охлаждения. Мерседес Д-3 мощностью 116 кВт 3 или Мерседес Д-Ай-Кай-Кай-Эй мощностью 131 кВт Ай-Кай-Кай-Эй. Двигатель закрыт капотом из алюминиевого листа вплоть до головок цилиндров. Вин двухлопастный, деревянный, оснащенный коком. Вооружение, два пулемета шпандала перед пилотом. Пулеметы стояли по сторонам от двигателя Д-3 или над ним Д-Ай-Кай-Эй. Бойкомплект 500 выстрелов на ствол. Тактико-технические данные самолета Пфальц Д-3, Д-Ай-Кай-Эй. Сухая масса 725 кг. Взлетная масса 905 кг. Размах крыла 9,4 м. Длина 6,45 м. 7,06 м. Высота 2,67 м. Площадь крыла 22,17 м. Номер 178. Максимальная скорость 165 км в час. Время набора 2000 м 7 минут 15 секунд. Время полета 2 часа. Фальц Д-3. Фальц Д-12 М7517 дробь 18. Фальц Д-15. Фальц Д-12 номер 2590 дробь 17 в ноябре 1918 года. Фальц Д-12. Небольшая авиационная фирма Пфальц Флюкцайгверки в Шпиере создала несколько интересных самолетов, хотя большинство из них осталось на стадии прототипа. Среди таких машин можно назвать и РАЭД-8. В серию пошел самолет Д-3, который стал предшественником машины Д-12. Самолет был создан конструкторским коллективом, который возглавлял инженер Эр Герингер, в начале 1918 года. В это время основным германским истребителем был стремительно устаревающий Альбатрос. В апреле части начали получать новые Факеры и Д-7, но их выпуск разворачивался медленно, поэтому было решено создать еще один истребитель. На презентацию в Адлерсхов, проходившую с 27 мая по 21 июня 1918 года фирма Пфальц представила три прототипа D-12T, один с двигателем Mercedes-Di-Ki-Ki-Ki мощностью 132 кВт, один с двигателем BMW-Ш мощностью 136 кВт и один с 8-цилиндовым V-образным двигателем Benz BZ-Ш мягкий знак мощностью 143 кВт. Экземпляр с двигателем BMW лучше всего соответствовал требованиям конкурса, но этот двигатель резервировался для приоритетного истребителя Fokker D-7, поэтому Пфальц не могла на него рассчитывать. Поэтому в серию пошел самолет с двигателем Mercedes, 19 июня 1918 года поступил заказ на 200 машин. На серийных самолетах обнаружились проблемы с охлаждением двигателя, поэтому в конце июня на фронт успело прибыть только 5 самолетов. Но к концу сентября число самолетов в боевых частях достигло 168. В июне и июле фирма Пфальц выпустила 300 самолетов, а до конца сентября – еще 400. Самолеты Ди-12 состояли на вооружении 18 истребительных эскадрильей. Первый Ди-12 попал в руки союзника в относительно целом состоянии, совершив 15 сентября вынужденную посадку в районе Дрюри. Союзников поразила надежность машины и качество ее изготовления. У германских пилотов мнение о Ди-12 было не столь высоким. При первой же возможности немцы старались пересесть на бесконечно лучший Фоккер Ди-7. Ди-12 считался трудным в пилотировании, неповоротливым, теряющим высоту на виражах, имевшим слишком длинный разбег и склоны к сваливанию в штопор. Зато самолет мог развивать в пикировании большую скорость. Если бы Ди-12 действительно был настолько плох, он не мог бы и быть истребителем. Однако, на этом самолете летали и успешно одерживали победы. Истребитель Ди-12 выпускали до октября 1918 года, когда на сборочной линии появился Ди-15. Всего удалось выпустить около 750 машин Ди-12, из которых только около 300 попало в боевые части. Истребитель Пфальц Ди-12 представлял собой одноместный бетланцель на деревянной конструкции. Фюзеляж с несущей обшивкой из двух слоев фанеры. Капот двигателя из алюминиевых листов. Крылья деревянные, двухлонжеронные, одинаковой ширины, обшитые материи. Возвышение нижнего крыла 1-3. Илероны только на верхнем крыле из стальных трубок, обтянутых материи. Такую же конструкцию имели и рули. Килинт игральный с обшивкой и фюзеляжи. Илероны и рули сбалансированы. Двигатель, рядный, шерсть жгендровый, жидкостного охлаждения, Мерседес Ди-Ай-Ай-Ай-Ай-У и мощностью 132 кВт. Радиатор лобовой из многочисленных медных трубок. Вооружение, два пулемета Шпандау 08-15 калибра 7,92 мм по бокам от двигателя. Бойкомплект 400 выстрелов на ствол. Токсикотехнические данные. Сухая масса 722 кг. Взлетная масса 902 кг. Размах верхнего крыла 9 метров. Размах нижнего крыла 7,99 метра. Длина 6,35 метра. Высота 2,70 метра. Площадь крыла 23,10 мм. Номер 178. Максимальная скорость 180 км в час. Потолок 5650 метров. Время набора 2000 метров 6 минут 5 секунд. Время набора 5000 метров 34 минуты 8 секунд. Время полета 2,5 часа. Семеншукер Ди Третий. Семеншукер Ди Четвертый. Семеншукер Ди Третий номер 1620 дробь 18. Семеншукер Ди Третий. Семеншукер Тверки, Эшавэ, была одной из старейших германских фирм, выпускавших электрооборудование. Фирму основали в 1847 году. Перед войной Эшавэ, как и большинство других немецких предприятий, было переориентировано на выпуск военной продукции. Самолеты фирма Эшавэ выпускала и раньше. В экоих годах на фирме построили три прототипа монопланов оригинальной конструкции. Следует заметить, что фирма имела необычайно талантливый конструкторский коллектив. Главный конструктор доктор Вальтер Айхель, доктор Гуга Наталис, инженеры Вилли Хитфосман, Геральт Вольф, а также братья Бруно и Франц Штефен. В основном фирма занималась строительством гигантских бомбардировщиков серии R, а создание одноместных самолетов было их как бы побочным занятием. В 1917 году фирма Эшавэ приобрела у польского изобретателя Генрика Бжескова патент на сдвоенный ротационный двигатель. В течение многих последующих лет фирма развивала конструкцию этого двигателя. Первые образцы развивали мощность порядка 80 кВт и использовались на малых бипланах Эшавэ прежде, всего на копии Ньюпора 11 самолетов Эшавэ ДиАй. В ноябре 1916 года фирма получила заказ на 150 самолетов ДиАй. До июля 1917 года, когда заказ аннулировали, фирма успела выпустить 100 машин. Самолеты применялись в основном на Восточном фронте. Вскоре появился двигатель Семенцгальский Сэйч Хай мощностью 118 кВт. Вал 11-цилиндрового двигателя вращался влево со скоростью 25 об, сёк, вращаясь той же скоростью в противоположную сторону винт. Оптимальные, не очень высокие обороты были достоинством двигателя, но в то же время приводили к его перегреву, так как не удавалось добиться нужного потока охлаждающего воздуха. Тем не менее, инженеры Вольф и Глокнер установили двигатель Сэйч 2-й 1 и прототипы самолета Ди-3 и так обозначался самолет под новый двигатель. Прототипы облетали в начале 1917 года. Однако первые серийные самолеты начали поступать в боевые части лишь в январе 1918 года. Первыми самолеты Ди-3 получили 12-е и 15-е эскадрильи, действовавшие в составе ПГО истребительного полка на Западном фронте. Первые боевые вылеты самолеты совершили лишь в апреле 1918 года. Но командир ПГО полка капитана Рудольф Бертольд составил на самолет разгромный рапорт, в результате чего все Ди-3 отозвали из частей и направили на завод-изготовитель для устранения недостатков. Основные претензии предъявлялись к недоработанным двигателям. Истребители снова вернули в части лишь в июле 1918 года. На этот раз их применяли в основном в частях территориальной обороны, К-102, 4 мягкий знак 5, 6 и 8 компфенсит состревал боевая эскадрилья одноместных самолетов. В августе 1918 года появился самолёт Ди-4. От предшественника он отличался тем, что ширина обоих крыльев стала одинаковой минус 1,01 метра, а правые крылья стали на 7 сантиметров короче левых, чтобы скомпенсировать крутящий момент двигателя. В результате немного увеличилась горизонтальная скорость самолёта. Всего построили около 200 машин Ди-3 и Ди-4. Несмотря на кургузы и фюзеляж самолёт оказался самым скороподъемным истребителем Первой мировой войны. Симмонс Шакот Ди-3. При этом самолёт отличался очень неплохой горизонтальной скоростью и манёвренностью. Но частые аварии недоработанного двигателя снижали боевую ценность машины. Боевые качества самолёта Ди-4 по достоинству оценил Эрон Студит, командир Дж-104, дислоцированный в МЕЦИ. Летая на Ди-3 и Ди-4, он одержал более десятка побед. На самолёты Ди-3 и Ди-4 летали 14-я и 25-я истребительная эскадрилья, а также одна истребительная эскадрилья морской авиации. После 5 ноября 1918 года первый истребительный полк запросил 12 машин Ди-3, но не успел их получить до подписания перемирия. Самолёт Ди-3, Ди-4 представлял собой одноместный одномоторный истребитель бипланцельно-деревянной конструкции. Фюзеляж с работающей обшивкой образовывался 8-ю лонжеронами и 6-ю шпангоутами, соединёнными диагональными усиливающими накладками. По всей длине фюзеляж имел округлое сечение. Обшивка из двух слоев фанеры. Хвостовое оперение составляло интегральную часть фюзеляжи. Капот двигателя, а также верхняя и нижняя стороны фюзеляжа до кабины были обшиты алюминиевым листом. Под фюзеляжем имелся дополнительный сегмент кили, которым укрепился хвостовой костырль, амортизированный резиновым шнуром. Крылья деревянные, двухланжеронные, прямые, без возвышения, обшиты материи. Илеронная с угловой балансировкой из стальных трубок с матерчатой обшивкой на верхних и нижних крыльях. Между крыльями одна пара виобразных распорок и растяжки стальной проволоки. Рули деревянные, с матерчатой обшивкой, с угловой балансировкой. Шасси с двумя стойками из стальных трубок оплевидного сечения. Колеса с общей осью и пружинным амортизатором. Двигатель, 11-цилиндровый, биротационный Семенсгальский SH-Х и мощностью 118 литров S. Ди-3 или SH-K-K-A, Ди-4 мощностью 147 киловатт. Винт деревянный, четырехлопастный. Поскольку кок-винта дополнительно ограничивал поток воздуха через двигатель, в нем сделали четыре больших отверстия. Вооружение, два пулемета Шпандау 08-15 калибра 7,92 миллиметра, установленные на фюзеляже перед кабиной пилота и стреляющая через диск винта с помощью синхронизатора Шнайдер. Тактико-технические данные самолета Эшева Ди-3, Ди-4. Сухая масса 543-540 к. Взлетная масса 725-735 к. Размах крыла 8,43-8,35 к. Длина 5,6-5,7 к. Высота 2,8-9,72 к. Площадь крыла 18,82-15,12 к. Максимальная скорость 180-190 к. Потолок 8000 метров. Время полета 2 часа. Время набора 1000 метров 1,75-1,9 мин. Время набора 4000 метров 9,9,1 мин. Время набора 6000 метров 20,15,5 мин. Великобритания. DH-2. DH-2. Английская фирма Aircraft Manufacturing, Эйка, весной 1915 года предложила одноместный истребитель с толкающим винтом. Создал самолет Гофрид-де-Хивилент. Это был уже не первый самолет такой схемы, созданный данным конструктором, но первым одноместным и с ротационным двигателем. К толкающему винту конструктор обратился и вынужден, поскольку в отсутствии синхронизатора только так можно было обеспечить защиту передней и полусферы без риска повредить пропеллер. Англичане отказались использовать отражатель Гороса, считая это приспособление бесперспективным палеотивом. С другой стороны, они вполне оценили жестко зафиксированные пулеметы, наводимые разворотом всего самолета. Поэтому пулемет на Ди Рейч-2 стоял неподвижно. На самолете использовались американские пулеметы Льюс и Викерс. Их выпускали по лицензии с 1913 года в Льеже, Бельгия. Пулеметы состояли на вооружении бельгийской и английской армии. Скорострельность составляла 600-650 выстрелов в минуту. Эти пулеметы устанавливали на английские самолеты с 1914 года. Самолет Ди Рейч-2 представлял собой английский ответ на немецкие истребители Фокер-Е и Ди Самолет Ди Рейч-2 был готов в мае 1915. Его облетал сам Дэхи Вилент 1 июня 1915 года. Завершив испытание, прототип, номер 4732, 26 июля провели во Францию для испытания в боевых условиях. Но уже в первом боевом вылете, состоявшемся 9 августа 1915 года, пелот-капитан Роналд Максвелл Пайк был сбит и умер от ран. Самолет, правда в разбитом состоянии, попал в руки противника. Несмотря на столь трагическое начало, фирма «Эйрка» получила заказ на 100 самолетов. Первоначально, самолеты по одному доставлялись в разные эскадрильи, 11, 15, 18. Первой эскадрильей, полностью оснащенной самолетами Ди Рейч-2, стала 24-й эскадрильей капитана Лейна Дежия. Хакера. В феврале 1916 года, эскадрилья, располагавшая 12 самолетами Ди Рейч-2, перебазировалась в Бертонгель. Франция приступила к вылетам на сопровождение разведывательных самолетов. Угроза со стороны Факеров, помноженная на нерациональный страх английских пилотов, приводила к тому, что разведывательные самолеты обычно вылетали на задания в сопровождении нескольких, а то и более десятка истребителей. Поэтому пилоты 24-й эскадрильи имели достаточно работы. Пилоты поначалу не слишком восторженно отнеслись к самолету Ди Рейч-2. Для истребителей он имел слишком слабую динамику разгона, легко сваливался в штопор, а у ротационного двигателя Моносу Пип часто срывало головки цилиндров. Поскольку двигатель находился между крыльями, сорванная головка часто отлетала прямо в лонжерон крыла или распорку между крыльями. В результате самолет буквально складывался в воздухе, камнем падал на землю. Поскольку парашютами летчики в это время не пользовались, пилот погибал вместе с машиной. В 1916 году так погибло двое английских пилотов из 24-й эскадрильи, лейтенант А.П. Глю и капитан Д. Уилсон. Но вскоре пилоты убедились, что Ди Рейч-2 не так уж плохо. Это была довольно прочная и маневренная машина. В открытой кабине пилот был открыт всем ветрам, что особенно ощущалось зимой. В течение трех последующих месяцев самолеты Ди Рейч-2 поступили в 29-ю и 32-ю эскадрилью. Крупный воздушный бой с участием пилота в 24-й эскадрилье имел место 19 марта 1916 года. К тому времени лейтенант Д. Х. Тидмарч уже открыл боевой счет, сбив на Ди Рейч-2 немецкий разведывательный самолет в районе Бапума. С фокерами Ди Рейч-2 встретились 25 апреля. В этот день три истребителя Ди Рейч-2 и 4 ВЕ-2С вылетели на сопровождение разведывательного ВЕ-2С из 15-й эскадрильи. Во время полета англичан атаковало несколько фокеров ЕШ. И тут оказалось, что в руках опытного пилота Ди Рейч-2 ничуть не уступает немецкому истребителю. Лейтенант С. Т. Каувин быстро и прочно сел на хвост одному фокеру. Германцу удалось спастись, лишь ойдя в резкой опеке, какой английский самолет выдержать не мог. Как выяснилось позднее, Каувин едва не сбил самого Макса Эмельмана. Другим недостатком самолета было слабое вооружение. Одиночный льюз диском на 47 патронов не позволял вести долгий бой. В июне 1916 года два пилота 24-й эскадрильи, Д. Х. Тигмарч и А. М. Уилкинсон, решили усилить вооружение своих самолетов. Они попросили механиков установить на своей машине едва Льюиса параллельно, а также подвесить внутри кабины карманы для запасных дисков. Боеспособность самолета резко возросла, но тут последовал запрет на подобные переделки со стороны командования. Кто-то из начальства посчитал, что переделанный таким образом самолет потеряет свои летные качества. Кроме того, было заявлено, что настоящему пилоту для боя достаточно одного пулемета с боекомплектом 47 патронов. Идиота в английских штабах всегда хватало. Но тут вмешался командир эскадрильи майор Хокер, который освободил своих пилотов от выполнения безумного приказа, а также приказал осносить вторым пулеметом и свою машину. Довооруженный Д. Рейдж-2 уже вполне мог вести бой с непобедимыми до того времени фокерами. 20 апреля был сбит первый германский истребитель, 22 апреля – второй. Вскоре англичанам удалось восстановить паритет. Пилоты одержали множество эффектных побед. В историю вошла одиночная атака майора Л. Риса на 10 двухместных немецких самолетов. Майор сбил две машины, а остальные рассеял. Сам Рис получил ранение, но сумел посадить машину на свою территорию. За это майора представили к высшей английской награде «Кресту Виктория». Это событие произошло 1 июля 1916 года во время битвы над Сомой 9 сентября. Капитан Л. П. Эйзловод из 32-й эскадрильи ударил колесами своего Д. Рейдж-2 по хвосту Альбатроса С. Л. Самолет потерял шасси, но удержался в воздухе. Эйзловод посадил машину на брюхо на своем аэродроме, а немецкий самолет рухнул в районе Миромонной. 31 августа 1916 года в 29-ю эскадрилью перевели сержанта Д. Ж. Т. Б. Макадина, который до того времени летал на Ф. И. 2 Ди в составе 20-й эскадрильи. Свою первую победу на Д. Рейдж-2 Макадин одержал уже 6 сентября. Макадин станет одним из лучших английских асов. До конца 1916 года самолет в Миди Рейдж-2 оснастили 6 эскадрильей на Западном фронте, 2 эскадрильи в Палестине, 1 эскадрильи в Македонии и на Ближнем Востоке, 4 учебные эскадрильи в Великобритании и Египте. Всего было построено 450 самолетов. По несколькам машин Ди Рейдж-2 имелось в некоторых эскадрильях ПВО, базировавшихся в Великобритании. Например, 17 июня 1917 года капитан Р. С. Сонбина Ди Рейдж-2 атаковал Цепилин Л-48, не зная, что с другого борта Цепилин атакует на Кемели лейтенант Л. П. Уоткинс из 37 эскадрильи. Цепилин был сбит, победа досталась Уоткинсу. Но дни самолета Ди Рейдж-2 быстро закончились. Во второй половине 1916 года на фронте появились новые германские истребители Альбатрос Ди 2 и Гальбершта Ди Ай. С ними этажерки Ди Рейдж-2 уже тягаться не могли. 23 ноября 1916 года в бой погиб командир 24 эскадрильи майор Лейна Ди Рейджа. Хокер. Его сбил Манфрид фон Рихтгоффен, это была 11 победа немецкого АСА. В декабре 1916 года 6 самолетов Ди Рейдж-2 завязали бой с 5-ю Альбатросами Ди 2. Англичане потеряли 5 машин, не сумев причинить потерь противнику. Это был знак, что самолет Ди Рейдж-2 пора снимать с фронта, что и произошло к концу января 1917 года. Эйрка Ди Рейдж-2 заходит на посадку на аэродром Боваль во Франции, 1916 год. Прототип Ди Рейдж-1А перед пробным полетом. Самолет Ди Рейдж-2 представлял собой одноместный бетлан смешанной конструкции. Фюзеляжная гондола деревянная, частично обшита материей, частично – фанерой. Хвостовая ферма представляет собой две плоские решетки и стальных труб. Спереди ферма крепилась к задним лонжеронам верхнего и нижнего крыла, сходя на недврайоне хвостового оперения. Хвостовое оперение деревянное, обшитое материей. Крылья деревянные, двухлонжеронные, с возвышением 4 гр и одинакового размаха. Верхнее крыло из трех частей, нижнее – из двух. Крылья разделены четырьмя парами вертикальных стойк. Обшивка матерчатая, или рон на обоих крыльях. Шасси деревянное с обшей осью и резиновым амортизатором. Двигатель ротационный «Гнома» на супер по мощностью 73 кВт и лилерон мощностью 81 кВт. Винт толкающий, деревянный, двухлопастный интеграл «Диджи», 70 диаметром 2500 мм. Иногда применялся четырехлопастный винт. Бензобак объемом 119 литров находился в фюзеляже за кабиной пилота. Промежуточный бак находился в левом верхнем крыле. Вооружение – один, иногда два. Пулемет «Альюэс» калибра 7,7 мм. Бойкомплект 3 диска по 47 патронов. Тактико-технические данные самолета «Ди-Рейч-2» с двигателем «Гном». Сухая масса – 428 кг. Взлетная масса – 654 кг. Размах крыла – 8,61 м. Длина – 7,68 м. Высота – 2,91 м. Площадь крыла – 23,13 м. Энд номер – 178. Калия – 1,75 м. Ширина крыла – 1,44 м. Макс-скорость у Земли – 150 км в час. Макс-скорость на 2700 м – 142 км в час. Время набора – 2700 м 20 минут 30 секунд. Потолок – 4270 м. Время полета – 2,5 часа. Ди-Рейч-2. Бристоль-Миг. Работы над самолетом начались еще в 1910 году. Тогда самолет носил обозначение «Бристоль-20». Код М-1С появился с началом серийного производства. Летными качествами и скоростью он значительно превосходил распространенные неупоры, но на вооружение английская армия принят не был. Причины отказа точно неизвестны, скорее всего обычная глупость старых генералов или чьи-то интриги. К самолету предъявлялись разные надуманные, а то и вовсе абсурдные претензии, имевшие целью просто погубить перспективный проект. Схема верхней планы тогда уже была хорошо известна и использовалась на самолете «Маран Солнье». Но «Бристоль-М-1С» выгодно отличался от аналогов низкой массой, хорошей маневренностью и высокой скоростью. Обзор из кабины был отличный. Конструктору самолету Фрэнку Барнуэлу пришлось попридержить самолет, поскольку перед войной приоритеты имели бипланы. Лишь появление немецких фокеров, сметавших с неба все, что летало, дало самолету шанс. «Бристоль-Мисс» облетали в июле 1915 года, но прошел еще год, прежде чем поступил первый заказ на 125 машин. Из них только 35 попали в боевые части, то на второстепенных фронтах в Палестине. Македония и Миссапотамия. Остальные самолеты были тут же отправлены на склады. Тем не менее, английские пилоты, летавшие на «Бристолях-Мисс», сумели настрелить множество немецких и турецких «Эльбатросов». Несколько машин продали в Чили, где их активно применяли в местных военных конфликтах. Самолеты этого типа совершили перелет через Анды, 12 декабря 1918 года. Самолет «Бристоль-Мисс» представлял собой одноместный верхний планцельно-деревянной конструкции. Фюзеляж образовывал каркас, профилированный так, что в сечении имел окруженность. Обшивка передней части фюзеляжа – алюминиевый лист, а стального фюзеляжа – материя. Крыло с возвышением, двухлонжированное, тонкого профиля. Передняя кромка эллиптическая, задняя прямая. Обшивка матерчатая. Хвостовое оперение из стальных трубок, обшитых материи. Обтекаемость фюзеляжа обеспечивал массивный кок винта. Двигатель ротационный «Лерон-9» и это мощностью 80 кВт. Винт деревянный, двухлопастный. Вооружение – один неподвижный пулемет «Викерс» калибра 7,7 мм, установленный на фюзеляже перед кабиной пилота по левому борту. Пулемет стрелял через диск винта с помощью синхронизатора системы «Константиневску». Тактико-технические данные самолета «Бристольмис». Сухая масса – 409 кг. Взлетная масса – 612 кг. Размах крыла – 9,38 м. Длина – 6,24 м. Высота – 2,68 м. Площадь крыла – 13,5 м. Номер 178. Макс-скорость у Земли – 209 км в час. Макс-скорость на 1525 м – 204 км в час. Макс-скорость на 4500 м – 167 км в час. Посадочная скорость – 80 км в час. Потолок – 6400 м. Пробег – 100 м. Время набора – 2000 м – 5 минут, 30 секунд. Время набора – 4500 м – 19 минут, 50 секунд. Время набора – 6100 м – 41 минут, 35 секунд. «Бристольмис». «Бристольмис» номер СС-021 в Теренхилл, март 1918 года. Этот самолет не имел вооружения и использовался в учебной эскадрилье. «Бристольм-1С» номер СЭДО. «Бристольмик». Ди-Рейч – 5 номер А930. Ди-Рейч – 5. Самолет спроектирован Гофри Дэхевилендом и построен на его фирме в 1916 году. Машина принципиально отличалась от предыдущего истребителя Дэхевиленда – Ди-Рейч-2. К тому времени англичане уже располагали синхронизатором, поэтому можно было вернуться к традиционной схеме с тянущим винтом. Тянущий винт давал выигрыш в скорости и маневренности, что для истребителей было самое главное. Действительно, по сравнению с Ди-Рейч, два самолета Ди-Рейч-5 был быстрее, имел большую скороподъемность и более высокий потолок. На фронте самолет появился в мае 1917 года, заменив собой толкачи Ди-Рейч-2 и Фи-8. На западном фронте на Ди-Рейч-5 летали пять эскадрильей – 24, 32.41, 64 и 68. Кроме того, эти самолеты имелись в школе авиационных стрелков Лимпни, а также в летных истребительных школах в Фристоне, Мореке, Сиджфорде и Тернерее. В августе 1917 года самолеты Ди-Рейч-5 использовали для поддержки пехоты в битве при при. В ноябре 1917 года поддержку пехоты и бомбометания с предельно малых высот проводили Ди-Рейч-5 и 64 и 68 эскадрильи и Прикамбры. Обе эскадрильи понесли тяжелые потери от огня земли. В январе 1918 года самолеты Ди-Рейч-5 начали снимать с фронта и передавать в летные школы. Всего изготовили 545 самолетов. Самолеты выпускались на заводе Aircraft Manufacturing Limited, Эйка, в Хиндоне, а также на четырех других предприятиях в Лондоне и Лидсе. На одном из этих предприятий, Dark Motor Engineering of Fullchemia, появился экспериментальный самолет Ди-Рейч-5 номер А9-403 целиком обшитой фанерой и оснащенной дополнительным топливным баком под вузеляжем. Испытания, проведенные в сентябре 1917 года в Фарнборо показали, что летные качества самолета резко ухудшились, поэтому дальнейшего развития проект не получил. Самолет Ди-Рейч-5 был труден в пилотировании, его использование в летных школах привело к серии катастроф. По крайней мере один Ди-Рейч-5 номер А9-435, в рабочем состоянии попал в руки немцев и в августе 1917 года проходило испытание в Эдлерсхофе. Самолет Ди-Рейч-5 представлял собой одноместный бетлан смешанной конструкции. Фюзеляж образован каркасом с профилирующими накладками. В передней части сечения фюзеляжа круглая, у хвоста – шестигранная. Капот двигатель металлический, остальная обшивка матерчатая. Крылья из трех частей – двухлонжеронные, одинакового размаха. Возвышение 4. Верхнее крыло смещено назад на 616 мм относительно нижнего. Это улучшило обзор вперед и вверх, но серьезно ухудшило летные качества самолета. Обшивка крыльев матерчатая. Элероны и рули металлические, обшитые материи. Элероны на верхнем и нижнем крыле. Двигатель ротационный Клержи-9З мощностью 81 кВт, на прототипе, или Элерон-9Йота мощностью 80 кВт, на серийных машинах. Двигатель развивал 1280 обмин, имел 9 цилиндров с алюминиевыми поршнями, что было тогда новостью. Масса двигателя 147 кг. Винь деревянный, двухлопастный. Лэнг 1708, диаметром 9600 мм. Топливо в двух баках, главном и промежуточном верхнем крыле. Вооружение, 1,7,7 пулемет Викерс, установленный на фюзеляже перед кабиной пилота. Синхронизатор конструкции Константинеску. Имелась возможность подвешивать под фюзеляжем и крыльями по 3-4 малые бомбы общей массой до 50 кг. Тактико-технические данные самолета D-H-5. Сухая масса 458 кг. Взлетная масса 677 кг. Размах крыла 7,82 м. Длина 6,71 м. Высота 2,68 м. Калия 1,52 м. Макс скорость на 3050 метров 175 км в час. Потолок 4875 метров. Время полета 2,5 часа. Время набора 4500 метров 27 минут 30 секунд. D-H-5 номер А9414. D-H-5 номер А172 из Центральной летной школы в Овоне. D-H-5. Bristol Scout D. Bristol Scout S. Небольшая фирма British and Clonial Aeroplink в Филтоне обычно занималась лицензионным выпуском самолетов, созданных другими английскими фирмами. Перед самой войной Фрэнк Барнуду и Гарри Бастит спроектировали легкий спортивный самолет. Прототип облетали в феврале 1914 года. Два следующих самолета построили в июле 1914 года. Эти машины сразу попали на военную службу. Их получили 3-я и 5-я эскадрилья, действовавшие во Франции. Оказалось, что самолеты имеют хорошие летные качества и очень быстр. Bristol Scout S. До конца 1915 года выпустили 375 машин в четырех вариантах, А, В, С и Д. Варианты отличались друг от друга небольшими деталями конструкции и двигателями. Самолеты не имели вооружения, но на фронте их вооружали пулеметом или бомбами, в зависимости от оперативной необходимости. Поскольку синхронизатор на самолете отсутствовал, пулеметы устанавливали так, чтобы он мог стрелять мимо диска винта. Известный перед войной спортивный летчик и конструктор. А во время войны знаменитый осмайор Лейн Хокер придумал кое-что другое. На своем скауте S номер 1611 он установил US на левом борту под углом 30 к юзеляжу, так, чтобы пулемет стрелял мимо диска винта. Прицел отсутствовал, поэтому каждый второй патрон в боекомплекте был трассирующий. 25 июля 1915 года Хокер с помощью такого пулемета сбил три немецких разведывательных самолета. Это была одна из первых крупных побед английской авиации, поэтому Хокер получил крест Виктория. Самолет Скаут-С был одноместным одномоторным бетланом цельнодеревянной конструкции. Каркас фюзеляжа из ясеневых лонжеронов 30 часочек с 30, к хвосту сужаются двор джемных часочек с 18, усиленными фанерными накладками и проволочными растяжками. Верхняя сторона фюзеляжа имеет выпуклую форму. Капот двигателей и обшивка верхней стороны фюзеляжа до кабины алюминиевая. Крылья одинакового размаха и ширины, с округлыми законцовками. Переднее крыло заметно смешано вперед относительно нижнего. Верхнее крыло из трех частей, двух лонжерона и 66-25 мм. Нервюры и другие несущие элементы крылофанерные, обшивка матерчатая. Нижнее крыло из двух частей, несущие элементы как на верхнем крыле, или рон на обоих крыльях. Между крыльями две пары распора каплевидного сечения. Хвостовое оперение из стальных трубок, обшивка матерчатая. На модификации D немного увеличили площадь горизонтального стабилизатора. Шасси с двумя стойками из стальных трубок, общей осью, резиновый амортизатор. Двигатель гно мощностью 60 кВт, или лерон мощностью 60 кВт, или клержи мощностью 60 или 80 кВт. Тактико-технические данные с Кауди с двигателем 60 кВт. Сухая масса 384 кг. Взлетная масса 543 кг. Размах крыла 7.50 метров. Длина 6,3 метра. Высота 2,6 метра. Площадь крыла 18,4 мент номер 178. Максимальная скорость 150 км в час. Время набора 2000 метров в 10 минут, 40 секунд. Потолок 4700 метров. Время полета 2,5 часа. Бристоль Скаут, 1916 год. Сопвич Пап на службе в морской авиации. Сопвич Пап номер в 7525 году, 1917 год. Сопвич Пап. Этот самолет создали по заказу Адмиралтейства для эскадрильи морской авиации, в задачу которых входило патрулирование и разведка, а также воздушное прикрытие кораблей. Представленный Адмиралтейству самолет ничем не отличался от спортивной машины SLT-BP, построенной в 1915 году для летчика-испытателя завода Гарри Хакера. Самолет оказался настолько удачным, что его тут же предложили военным. Как это обычно было, никакой технической документации на самолет не существовало. Чертежи деталей выполняли смелым на полу и стенных мастерской, где собирался прототип. Прототипы и 95 первых самолетов собрали на фирме Сопвича Вишнку, Лимитед в Кингстоне. Но в это время предприятие уже было загружено заказом на очень хороший самолет 1-1,5-стратер, поэтому лицензию на выпуск ПАПа передали фирмам Стандарт Моторику, Лимитед, 85 штук, Уайт Хитрэйр Крафт, Лимитед, 820 штук, и Бренд Мерку, 80 штук. Всего изготовили 1847 самолетов тех вариантов. Прототипы облетали 27 марта 1916 года, а первые серийные экземпляры прибыли на фронт в сентябре. Первым новые самолеты получила вторая эскадрилья морской авиации. Уже в первый месяц полетов пилоты эскадрильи заявили 8 побед, не потеряв ни одной машины. В сентябре 1916 года английской авиации, несущие тяжелые потери во Франции от германских факеров и альбатросов, потребовало пополнения. На западный фронт направили 8 эскадрилью морской авиации, которая приступила к боевым вылетам в районе Сомы в первых числах ноября 1916 года. До конца 1916 года англичане заявили 20 побед. В декабрь 1916 года только 8 дней стояла летная погода, но за этот короткий срок летчики заявили 16 побед. Название самолета «Пап-Пап-Щенок» — это прозвище, данное машине фронтовыми пилотами. Сопис-Пап. Официально оно никогда не было признано, однако прижилось и даже фигурировало в правительственных приказах и рапортах. Папа оказался исключительно удачным самолетом. Он отличался необычайной маневренностью, не тратил высоту на крутых виражах, несмотря на слабый двигатель и развивал максимальную скорость до 179 км в час, при том, что посадочная скорость, напротив, была минимальной — всего 45 км в час. Вскоре во Франции на Папах летало уже 7 эскадрильей морской и 3 эскадрильей армейской авиации. В апреле 1917 года 32% английских истребительных эскадрильей было оснащено самолетами фирмы «Сопич», в том числе 3, 3, 54 и 66, самолетами Пап, по 18 машин в эскадрилье. Наибольшим успех истребителей был отмечен 11 апреля 1917 года, когда лейтенант ДЖ. СТ. Фолл в ходе одного боевого вылета сбил два германских «Альбатроса» и один «Гальберштад», 12 мая 7 Папов из 4 эскадрильи морской авиации сбили пять «Альбатросов» без потери со своей стороны. С июля 1917 года Папы также служили в эскадрильях по на территории Англии, где успешно перехватывали германские бомбардировщики и цепелины. Самолеты поблагодаря своей невысокой посадочной скорости использовались в качестве палубных истребителей. В июне 1917 года самолет Пап взлетел 6-метровой платформой, установленной на башне главного калибра крейсера «Ярмут-21» августа лейтенант Б.А. Смарт, взлетев с этой же платформы, сбил немецкий цепелин Л-23. Аналогичными платформами были оборудованы и другие английские крейсеры, были созданы специальные корабли, носители самолетов, термин «авианосец» тогда еще не существовало. На палубу одного из таких носителей, «Фюриес», 2 августа 1917 года капитан Даннинг совершил удачную посадку. К сожалению, капитан погиб в ходе одной из следующих попыток сесть несколько дней спустя. Самолеты Пап действовали в составе морской и армейской авиации до конца войны, несмотря на то, что их выпуск прекратили в 1917 году. Самолет Пап представлял собой одноместный бетланцель на деревянной конструкции. Фюзеляж имел каркас с основными лонжеронами. В районе кабины фюзеляж обшит фанерой, в хвостовой части обшивка матерчатая со шнуровкой по правому борту. Крылья деревянные, двухлонжеронные, обшитые материи. Верхнее крыло из трех частей, нижнее – из двух. Верхнее и нижнее крыло имели небольшое возвышение. Законцовки и задняя кромка крыльев усилены тонкой стальной трубкой. Илероны на обоих крыльях, и стальных трубок, обтянуты материи. Шасси и стальных трубок с форме буквы «В» и резиновый амортизатор. Двигатель – ротационный Лерон-9 с мощностью 60 кВт, или Клержи-7З мощностью 80 кВт. Винь деревянный, двухлопастный. Вооружение – один синхронизированный пулемет Викерс калибра 7,7 мм установленный перед кабиной. Бойкомплект 500 выстрелов. Большинство морских ПАПов были вооружены вместо Викерса пулеметом «Льюэс», установленным на треноге стреляющим по диагонали вперед и вверх через прорезь в верхнем крыле. Для борьбы с цепелинами и аэростатами некоторые самолеты несли по четыре ракеты «Леприи», установленные на распалках между крыльями. Однако практического применения эти ракеты не нашли. Тактико-технические характеристики самолета ПАП с двигателем «Лерон», с двигателем «Клержи». Сухая масса – 357,388 кг. Взлетная масса – 555,588 кг. Размах крыла – 8,08 м. Длина – 5,89 м. Высота – 2,86 м. Площадь крыла – 23,62 м. Энт номер – 178. Ширина крыла – 1,56 м. Маг скорость у Земли – 179,177 кг. Маг скорость на 2000 м – 169 км в час. Маг скорость на 4750 м – 151,161 кг. Время набора – 2000 м в 9 минут. Потолок – 5,335, 5,640 м. Время полета – 3 часа. СОПВИЧ-ПАП номер – 9914 с ракетами «Леприи» для борьбы с аэростатами. Самолет из эскадрильи морской авиации. СОПВИЧ-ПАП номер – 6,214. СОПВИЧ-ТРИПЛАН номер Н-5430. СОПВИЧ-ТРИПЛАН номер Н-5431 в Греции. СОПВИЧ-ТРИПЛАН. Плохой обзор вперед и вверх из кабины биплана был серьезной проблемой для пилотов. Ситуация усугубилась в 1916 году, когда распространение получили такие тактические приемы, как заход из мертвой зоны или со стороны Солнца. Проблему пытались решать по-разному, опуская вниз верхнее крыло или делая в нем прорези. Уменьшить хорду крыла не представлялось возможным, так как это вело к уменьшению его подъемной силы. Нельзя было и поднять крыло вверх, так как это снижало запас прочности всей конструкции. Но Герберт Смит отважился пойти сразу по боям запретным путям. Он заузил крыло и поднял его вверх. Чтобы скомпенсировать падение подъемной силы, он добавил третье крыло, расположив его на уровне верхней стороны фюзеляжа. Самолет получился очень быстро, так как в его конструкции использовался стандартный фюзеляж от Папа. СОПИ-СТРИПЛАИН. 28 мая 1916 года личик-испытатель Гарри Хокер поднял самолет в воздух. На машине стоял двигатель Клержи-9З мощностью 80 кВт. Хокер высоко оценил летные качества самолета, отметив, прежде всего, его маневренность. 26 августа облетали второй прототип, оснащенный мотором Клержи-9В мощностью 95 кВт. Самолет показал еще лучшие характеристики. Адмиралтейство заказало 500 машин для морской авиации. В сентябре 1916 года начался серийный выпуск самолета. Самолету дали банальное название – СОПИ-СТРИПЛАН, тем более он оказался единственным трипланом, выпускавшимся данной фирмой. В конце 1916 года трипланы появились в боевых частях. Самолеты данного типа выпускались как самой фирмы СОПИЧ и ВИИШНКО в Кингстоне, так и по лицензии фирмами Клейтон и Шаттлуард в Линкольне Аукли и Кавелфорде. Выпустили всего 150 машин вместе с прототипами и пробными экземплярами. Последних было два – номер 509 и номер 510. На этих самолетах испытывались рядные двигатели из Панасуриза. Самолеты СОПИЧ-СТРИПЛАН состояли на вооружении только шести эскадрильи морской авиации. На вооружении они оставались только до середины 1917 года, уступив место новым Кемелам. Но за этот короткий срок летчики смогли добиться неплохих результатов. Например, Звемного 10-й эскадрильи морской авиации в составе пяти канадских пилотов во главе с Раймондом Калишоу в течение четыре месяца взбило 87 германских самолетов, в том числе и сам Калишоу-16. Его трипланы с выкрашенным черной краской капотом и одним своим появлением вызывал панику немецких летчиков. На трипланах много побед одержали и другие пилоты, Р.А.Литл, Р.С. Даллас, РДЖ, Компстен, КД, Букер и другие. Самолет получился хороший, быстрый и необычайно маневренный. Сопвич триплан представлял собой одноместный одномоторный триплан деревянной конструкции. Фюзеляж аналогично фюзеляжу ПАПА, но капот двигателя, два передних шпангоута и аэродинамический переход от капота к фюзеляжу выполнены из алюминиевого листа. Хвостовое оперение как у ПАПА, позднее его немного уменьшили. Крытия двухлонжеронные, деревянные, возвышение 2 Г-30, хорда 0,99 метра, обшивка матерчатая. Элероны на всех крыльях. Привод элеронов и рулей видит тяг. Двигатель, ротационный, тип КЛЕРЖИ-9З мощностью 81 кВт или КЛЕРЖИ-9В мощностью 95 кВт. Вооружение, 1,7,7 пулемет Викер с боекомплектом 500 выстрелов. Синхронизатор типа Сковдобовски. Шесть самолетов данного типа вооружили двумя пулеметами. Тактикотехнические данные. Сухая масса 449 килограммов. Взлетная масса 700 килограммов. Размах крыла 8,08 метра. Длина 5,74 метра. Высота 3,20 метра. Площадь крыла 21,45 метра. Номер 178. Расстояние между крыльями 0,91 метра. Смещение крыльев 0,457 метра. Макс скорость у Земли 188 километров в час. Макс скорость на 4500 метров 158 километров в час. Время набора 2000 метров 6 минут 40 секунд. Потолок 6200 метров. Время полета 2,75 часа. Сопич-3 план номер N5364 фармбора. Сопич-3 план. Ферри-Ф, 2 Англии. В рамках программы по строительству тяжелых двухмоторных аскортных истребителей, в Великобритании появилось несколько машин такого типа. В основном созданием тяжелых истребителей занималась фирма Ферри-Эйшн-Кавхейтса. По идее, предполагалось создать хорошо вооруженные быстрые самолеты, но конструкторы увлеклись и перегрузили машины, пытаясь придать им универсальность. Это сильно сказалось на летных качествах машин. Так случилось и в отношении самолетов Ф-2. Трехместный истребитель, вооруженный двумя пулеметами с большими секторами обстрела, попытались приспособить также на роль бомбардировщика и разведчика. Бомбардировщик из машины вышел символически, перегруженный самолет мог брать всего несколько легких бомб, что никакого практического смысла не имело. Прототипа облетали в сентябре 1915 года. Было выпущено несколько десятков машин, которые направили на службу в боевые части. Немногие самолеты, пережившие 1916 год, сняли с вооружения в начале 1917 года. Самолет Ф-2 представлял собой трехместный двухмоторный дальний истребитель бипланцельно-деревянной конструкции. Фюзеляж образован каркасом прямоугольного сечения. Верхняя сторона фюзеляжа профилирована фанерой. Остальная обшивка матерчатая. Крылья деревянные, двухлонжеронные, обшитые материей. Крылья могли складываться назад для упрощения постановки в ангар. Крылья прямые, из трех частей, возвышение один гр. Нижнее крыло имело значихельно меньший размах, 16,8 метра. Прототип Ферри-Ф-2. Ферри-Ф-2. Элеронный выступающий за габариты крыла, только на верхнем крыле. Горизонтальный стабилизатор классический, на нем установлены трикили, боковые с рулями, центральный только стабилизатор. Привод рулей с помощью тяг, наружу руля отклоняли сильнее. Четырехколесные шасси, передняя ось общая, задняя раздельная. Стойки шасси деревянные, резиновый амортизатор. Два рядных двигателя Rolls-Royce Falcon мощностью по 140 кВт. Винты деревянные, четырехлопастные, тянущие. Топливные и масляные баки находятся в мотогондолах. Радиаторы лобовые, агрегатированы с двигателем. Вооружение, два пулемета LUS на турелях в передней и задней части фюзеляже, накрепление их под фюзеляжем несколько небольших бомб. Токсикотехнические данные. Взлетная масса 2213 кг. Размах крыла 23,47 м. Длина 12,36 м. Высота 4,1 м. Площадь крыла 66,74 м. Номер 178. Максимальная скорость 149 км в час. Время набора 1500 метров 6 минут. Время полета 3,5 часа. Прототип Kemmel F-1 с двигателем Клиржи мощностью 80 кВт. Декабрь 1916 года, Бруклиндс. Самолеты Kemmel 2F-1 на палубе авианосца Fieryus. Sopwich F-1 Kemmel. Компания Sopwich и Рейшнка из Кингстона выпускала самолеты и гидросамолеты в основном для морской авиации. В 1916 году на фирме создали новый истребитель F-1, который за горбатый силуэт провали Kemmel – верблюд. Самолет представлял собой развитие истребителя PAP. Kemmel отличался от предшественника более мощным вооружением и лучшими характеристиками. Первый прототип облетали в декабре 1916 года. На самолете стоял двигатель Клиржи мощностью 81 кВт. На серийных машинах использовали более мощные двигатели английского и французского производства. Самолет предназначался для морской авиации, но и армейцы разместили на заводе заказ. Поставки самолета начали 7 мая 1917 года. Сначала машины поставляли флоту, а с июля 1917 года и армия. На Западном фронте новой истребителя первой получила 70-я эскадрилья. И вовремя. К тому времени англичане летали на старых машинах, даже толкачах начала войны. Ситуацию немного спасали импортируемые французские машины, но требовался новый английский истребитель, способный скомпенсировать качественный и количественный перевес германских альбатросов. Апрель 1917 года вошел в историю как кровавый апрель, когда потери англичан превзошли всевообразимые границы. За месяц англичане потеряли 316 летчиков, тогда как потери немцев были в три раза меньше. Главная причина кровопускания заключалась в устаревшем авиационном парке. Но появившиеся в боевых частях в большом количестве кемело сумели изменить ситуацию. На самолетах этого типа летали многие английские асы, одержавшие большинство побед именно на кемелах. Это были Раймонд Клишоу, Доналд Макларен, Уильям Баркер и многие другие. Немцы тоже оценили английский истребитель по достоинству. Командир баварской G-123 лейтенанта Токисенберт обзавелся трофейным кемелом, забросив положенный ему Пфальц-Ди-3, и даже сбив на нем французский Нюпор. Всего было заказано 5695 самолетов кемел, но несмотря на то, что кроме Саатвича выпуск самолетов организовали Е-67 фирм на территории Великобритании, до конца войны удалось выпустить лишь 5490 машин всех модификаций. Выпуск ограничивался дефицитом двигателей, более 2000 моторов пришлось закупить во Франции. Фирма У.О. Бенли, разработавшая для самолета оригинальные ротационные двигатели, сумела до конца 1917 года поставить лишь 270 экземпляров. В ноябре 1918 года в боевых частях находилось 9582 самолета Кемел. Эти части действовали на всех фронтах Первой мировой войны. Сопис F-1 Кемел. Существовала модификация ночного истребителя FLZ и палубного истребителя 2F-1. Истребители Кемел даже подвешивались к дирижаблям под 2-3 самолета. Предполагалось, что самолеты в подвешенном виде вместе с дирижаблем долеть и до цели, при необходимости обеспечив носителю истребительное прикрытие. Но до практического применения такого гибрида не дошло. На базе Кемела создали штурмовик TF-1, имевший под ней еще броню общей массой 182 кг, и вооруженный двумя пулеметами, стреляющими вниз. Самолет Кемел был очень маневрен. Из-за асимметричной аэродинамики особенно хорошо он выполнял разворот влево, тогда как правый разворот выполнялся медленнее. Вскоре выяснилось, что разворот вправо быстрее делал через левое крыло. Это была ошибка конструктора, которая неожиданно превратилась в достоинство машины. Несмотря на свою маневренность, Кемел был труден в пилотировании и не прощал ошибок. Поэтому для летных школ потребовалась двухместная модификация самолета. Но в руках опытного пилота Кемел был грозным истребителем. Несмотря на свою причудливость, а может быть благодаря ей, он получил славу лучшего английского истребителя всех времен. Важной страницей в истории самолета стало его использование в качестве ночного истребителя. В 1917 году германские дальние бомбардировщики и цепелины усилили бомбардировки Англии. Самолеты типа Гота, несшие по полтонны бомб, причиняли серьезные разрушения промышленным объектам и прилегающим к ним жилым кварталам. Зенитная артиллерия, хоть уже вполне развитая, не могла полностью защитить города. Было решено привлечь к обороне лучшие на то время английские истребители, которым и был Кемел. Еще не существовало тактики ночной истребительной авиации и специального оборудования. Все создавалось и организовывалось по мере накопления опыта. Первой частью авиации ПВО, приступившей к ночным вылетам, была 44-я эскадрилья, которую получил Кемел и в августе 1917 года. Возглавил эскадрилью майор Д.Ж. Умер Лисгрин. Майор вместе с двумя пилотами совершил первый боевой вылет ночью 2 сентября 1917 года. Перехватить немецкие цепели на этот раз не удалось. Лишь 18 декабря 1917 года Мир Лисгрин перехватил над Гудмейзом бомбардировщик Готта-Джи-2. Тут выяснилось, что пулеметы, установленные перед кабиной, при стрельбе слепят пилота. Майору пришлось стрелять короткими очередями, немецкий самолет постоянно отрывался и терялся в темноте. В конце концов Мир Лисгрина удалось поджечь один из двигателей самолета. Бомбардировщик аварийно сбросил бомбы и повернул назад. В этот момент майору удалось поджечь второй мотор. Бомбардировщик рухнул в море в районе Фолкстауна. Следующую победу в ночь над 25 января 1918 года одержали двое пилотов и 44-й эскадрильи, капитан Д.Ж. Х. Хеквилл и лейтенант К.К. Бенкс. Пилоты перехватили германский бомбардировщик, который уже летел над Лондоном. Стреляя зажигательными пулями, предназначенными для борьбы с цепелинами, англичане сбили Гута-Джи-4 в районе Виккарт. Следующим победу одержал капитан К.Д.Ж. К.Брент, который 19 мая 1918 года сбил Гута-Джи-4 в районе Ферер-Схема. Боевой опыт заставил изменить вооружение и оснащение Кемела. Самолетов сняли штатный Виккерс, установив вместо него пару Льюисов на станке Фостера. Пулеметы могли стрелять вперед и вверх под углом 45, что было очень эффективно. Кабину сместили дальше к хвосту, на место топливного бака. Для стрельбы использовались зажигающие, трассирующие и разрывные пули, что позволяло наводить пулеметы на глаз, без использования прицела. Для лучшего обзора вырезали часть верхнего крыла, иногда добавлялись прорези на нижнем крыле. Использовались прицелы хатом или ним с электрической подсветкой. На верхнем крыле монтировались позиционные огни. Позиционные огни требовались для того, чтобы поддерживать строй в темноте. Вскоре кто-то придумал, что ночью самолетам лучше действовать по одиночке, чтобы пилоты тратили свое внимание на поиск противника, а не соблюдение дистанции. Соприч Кеммел Ф-1. Английский насмайор Убаркер в кабине своего Кеммела на одном из итальянских аэродромов. Третий прототип Кеммел. Все переделки ухудшили летные качества самолета, и без того непростого впилотирования. Но до конца войны переделку прошли и все Кеммело в составе ночных эскадрилей. Всего таких эскадрилей было семь. Официально ночной истребитель назывался F-1-3, но в частях самолета называли комик за их непредсказуемое поведение в воздухе. Несмотря на все проблемы, ночная истребительная авиация смогла предотвратить дальнейшие налеты немецких бомбардировщиков на Англию. Немецкие бомбардировщики переключились на цели на территории Франции, но вслед за ними последовали ночные Кеммелы. Самолеты действовали в составе двух эскадрилей. 151 и 152. Счет 152 эскадрилей открыл капитан А.Б. Йиль, который 23 июля 1918 года сбил Гута Дживина де Таплем. Этот же пилот 10 августа сбил натальным германского гиганта серии R-5 и моторный Штакен R-14. Об эффективности ночной истребительной авиации во Франции свидетельствует тот факт, что пилоты 151 эскадрильи за пять месяцев службы сбили 26 немецких самолетов без потери со своей стороны. Всего было выпущено 377 самолетов Кеммел всех модификаций. Истребитель Кеммел-Ф-1 представлял собой одноместный бетлан в основном деревянной конструкции. Каркас фюзеляжа образован четырьмя ясеневыми лонжеронами с остальными проволочными растяжками. Сечение фюзеляжа квадратное, с округлой верхней стороной. Обшивка передней части алюминиевая, верхней стороны и бортов, фанерная, остальная обшивка матерчатая. Приборная доска насчитывала семь приборов, компас, манометр, тахометр, спидометр, альтиметр, хронометр, указатель давления масла. Крылья с одинаковой хордой, 1,37 метра, и размахом, деревянные, двухлонжеронные, обшитые материи. Верхнее крыло из трех частей, без возвышения. Нижнее крыло из двух частей, возвышение 5. Илероны на обоих крыльях. Илероны и хвостовое оперение из стальных трубок, обшитые материи. Чтобы улучшить обзор вперед и вверх, на верхнем крыле вырезалось отверстие размером Туджоксетикс 500 мм, иногда больше. Шасси из профилированных стальных труб в форме буквы В колеса большого диаметра на разделенных осях. Двигатель, 9-цилиндровый ротационный французский Гнома на Супоп, 74 кВт, Лерон 9 Йота 81 кВт, Клержи 9 Вольт, 96 кВт, Клержи 9 Би-Ф 105 кВт, Лерон 9 Р 125 кВт, а также французский Бентли Би-Ар 1 115 кВт. Моторама из стальной пластины. Между двигателем и кабиной алюминиевая и противопожарная переборка. Винт двухлопастный, деревянный, обычно типа Ланг, диаметром 9590 мм. Главный бензобак, 118 литров, фюзеляж за кабиной пилота. Вооружение, 2,7,7 пулемета Викер с синхронизатором Константинеску или Сепвич Копер, в зависимости от типа двигателя. Самолет мог брать 4,11 к бомбы Купера и о держателях под фюзеляжем. Тактико-технические данные истребителей F-1 с двигателем Би-Ар 1. Сухая масса 442 кг. Взлетная масса 713 кг. Размах крыла 8,54 метра. Длина 5,64 метра. Высота 2,60 метра. Площадь крыла 21,5 мент номер 178. Смещение верхнего крыла 0,45 метра вперед. Маг скорость на 2000 метров 189 километров в час. Время набора 2000 метров 5 минут. Потолок 6000 метров. Дальность полета 350 километров. Время полета 2,5 часа. Прототип Сопвич Долфин. Второй прототип Сопвич Долфин 5F, 1 аэродроме Бруклинц. Сопвич 5F, 1 Долфин. Плохой обзор из кабины Би-Плана пытались улучшить разными способами. Одна из таких попыток привела к появлению в первой половине 1917 года самолета Долфин. Проект разработал Герберт Смит, а 23 мая 1917 года прототипа облетал Гарри Хокер. Идея состояла в том, что у верхнего крыла убрадил центроплан, а раздельное верхнее крыло крепилось к фюзеляжу на стойках. Пилот сидел в кабине под рамой из стальных труб, которая заменяла собой центроплан. Чтобы улучшить обзор в еще большей степени, носовую часть фюзеляжа за узеля, отказавшись от предусмотренного проектом лобового радиатора. По этим же соображениям машина получила узкие рядные двигатели с Панасуриза. Долфин был первым самолетом фирмы «Сотвич» с рядным двигателем. Нижнее крыло сдвинули вперед относительно верхнего. Все перечисленное придало Долфину необычный внешний вид. Никакой защиты для пилота при капотаже не предусматривалось. Считалось, что достаточное пространство для головы обеспечит небольшое возвышение крыла. Позднее добавили дуги из трубки на верхней стороне верхнего крыла. Отдельные машины все же получили противокопотажную дугу. Несмотря на этот недостаток, самолет получился удачным, начался его серийный выпуск. В боевых частях самолет появился осенью 1917 года. Заказ над 2150 самолетов удалось выполнить лишь наполовину, построив 1532 самолета. Из них 625 сразу отправили на склад. Самолет выпускался самой фирмой в Кингстоне, а также по лицензии фирмами Dark Motor Engineering и Hasper Limited из Лондона. Самолетами оснастили 4 английские и 1 канадскую эскадрилью во Франции, 1 эскадрилью ПВО, а также несколько учебных частей и летных школ. Самолет и долфин обычно держали в резерве, так как мотору истребителя требовался длительный прогрев, а это сказывалось на времени полета. Сописп долфин. Четвертый прототип Сопвич долфин во время испытаний в Миртлсхемхид, октябрь 1917 года. Особенно ощутимо данная проблема проявлялась зимой. А долфин появился на фронте осенью. Это был неплохой самолет, некоторые пилоты сумели одержать на нем большое число побед. Например, капитан Ф.У. Джилет, американец по национальности, из 79 эскадрильи сбил на 5 Ф.1 4 самолета и 3 аэростата. Капитан Р.Б. Барнман из той же эскадрильи сбил 14 самолетов и 1 аэростат. Майор А.Д. Картер из 19 эскадрильи сбил 6 самолетов. Капитан Ф.А. Лорда 79 эскадрильи сбил 9 самолетов. Хорошо летали на долфинах пилоты 87 эскадрильи, в том числе будущий маршал авиации, а тогда лейтенант Л.Н. Халинкерст. На долфинах испытывались различные технические новинки, в том числе и подвесные сбрасываемые топливные баки из мягкой жести, а также парашют Калторта. Сопвич 5 Ф.1 представлял собой одноместный бетлан смешанной конструкции. Каркас фюзеляжа усилен растяжками стальной проволоки. Сечение фюзеляжа прямоугольное с округлой верхней стороной. Капа двигателя обшита алюминиевым листом, борта и верхняя сторона фюзеляжа за кабиной обшита фанерой, остальные поверхности имели матерчатую обшивку. Крылья двухланджеронные деревянные, одинакового размаха, обшитые материи. Возвышение крыла 2.30. Верхнее крыло с рамой вместо центроплана. Нижнее крыло смещено на 30 см вперед относительно нижнего. Распарки крыла наклонены назад на 12. Хвостовое оперение деревянное, обшитые материи. Шасси с двумя стойками из профилированных стальных трубок. Ось закрыта небольшим крылом. Двигатель, 8-цилиндровый рядный веб-брежнич, жидкостного охлаждения типа из Панасуриза 8Е с редуктором, 147 или 161 кВт, или из Панасуриза 8ФБ без редуктора, 220 или 234 кВт. Два радиатора установлены по борту кюзеляжи. Поток воздуха через радиаторы регулировался из кабины с помощью жалюзи. Топливные баки общей емкостью 127 литров установлены фюзеляжи. Винь деревянный двухлопастный, типа ЛАНК 3500, диаметра 2893 мм. Вооружение, два неподвижных 7,7 пулемета Викер с синхронизатором Константинеску и 1-2 пулемета Льюис, установленных диагонально в прорезь между верхними крыльями. Прицел типа «Алдис» или «Норман». На ночных истребителях использовался прицел «Хаттен» с электрической подсветкой. Под нижним крылом имелись держатели для 4-11 гбомб-купера. Тактико-технические данные самолета 5F-1. Сухая масса 698 кг. Взлетная масса 1037 кг. Размах крыла 9,90 метра. Длина 6,78 метра. Высота 2,60 метра. Плошадь крыла 24,5 метров. Клея шасси 1,52 метра. Макс скорость на 3000 метров 190 км в час. Время набора 2000 метров 6 минут 30 секунд. Потолок 5650 метров. Время полета 2 часа. Дальность полета 350 км. Сопвич Долфин 5F. Ай. Особенности вооружения самолета Долфин. Два пулемета Льюэс над крылом и два пулемета Викерс под капотом. С и Пятя. Это был лучший английский истребитель Первой мировой войны. Его история началась в июле 1915 года, когда во Франции в Буаколме состоялись первые испытания первого и образного двигателя Марка Беркикта, основателя фирмы из Панасуриза. Двигатель предназначался для французского истребителя Спейдау. На испытаниях присутствовал английский представитель полковник Брукпопхим. Англичанин высоко оценил швейцарский двигатель и склонил Министерство авиации уже в августе 1915 года заказать партию двигателей из Панасуриза для английских самолетов. Предприятие Royal Aircraft Factory Фарнборо, Граст Вагантия, приступило к разработке самолета под швейцарский двигатель. Руководили работами ГП. Фолленд, ДЖ. Кенуэрти и Майор Ф.Н. Годин, который в то время занимал должность летчика-испытателя фирмы. Работы над самолетом СИ-5 «Скаут Экспериментал» начались летом 1916 года, а уже 22 ноября облетали первый прототип, номер А-4561, 24 декабря 1916 года ФУ. Годея улетел на прототипе во Францию, где в Синамере состоялись пальвы испытания самолета. Как оказалось, самолет немного уступает маневренности на опору, по скороподъемности примерно равен другим самолетам, зато имеет более высокую горизонтальную скорость, а также обладает прочной конструкцией, позволяющей разгонять самолет в пикирование. Первые серийные самолеты собрали в марте 1917 года, а к началу апреля новую технику начала получать 56-я эскадрилья во Франции. Боевое крещение состоялось 22 апреля, а уже 26 апреля известный английский ас-капитан Альберт Болл атаковал шесть самолетов противника, сбив два. Благодаря летным качествам Болл сумел уйти из-под огня противника и без повреждений вернулся на аэродром. Опыт эксплуатации первых машин учитывался в конструкции последующих экземпляров. После выпуска первой серии 60 самолетов в июне 1917 года выпуск самолетов СЕ-5 прекратили, наладив взамен выпуск самолетов СЕ-5. Изменения коснулись формы за концовок рельев, самолеты убрали слишком большое лобовое стекло, удлинили выхлопные трубы, добавили обтекатель за головой пилота, изменили форму нижней части капота. Четырехлопастный Вин Т-28-096 диаметром 2150 мм заменили двухлопастным AD-662 диаметром 2160 мм. Самолет СЕ-5 выпускался сразу восемью английскими фирмами, шла подготовка к лицензионному выпуску фирмы Кертис в США. Всего до конца войны изготовили 5195 машин во всех вариантах. Самолеты СЕ-5 состояли на вооружении 15 эскадрильей во Франции, двух эскадрильей в Палестине, одной эскадрильей в Месопотамия, трех эскадрильей в Македонии и четырех эскадрильей в Англии. Кроме того, на машинах СЕ-5 летала одна австралийская и две американские эскадрильи во Франции. На самолетах СЕ-5 летали лучшие английские осы, капитан ДЖ, ЭХ, Макилра из 24 эскадрильи, майор РС, Далласа 40 эскадрильи, лейтенант УДЖ, Клакстон и капитан ФР, Макал из 41 эскадрильи, капитан КЛ, Колдуил и капитан Эманок из 74 эскадрильи, лейтенанта. У Бичин Проктор из 84 эскадрильи, майор УА, Бишоп и лейтенант ДК. Инглиц из 85 эскадрильи. Все перечисленные пилоты большинство своих побед одержали, летая на СЕ-5. Этот самолет был самым массовым английским истребителем двух последних лет войны. СЕ-5. СЕ-5 номер В-636 с двигателем из Панасуриза. СЕ-5 номер в 4890 году с двигателем Уоллс Лядер, Фарнборо, 13 октября 1917 года. Самолет СЕ-5 представлял собой одноместный бетлан деревянной конструкции. Каркас фюзеляжа прямоугольного сечения. Верхняя сторона фюзеляжа выпуклая, внутри усилена растяжками и стальной проволоки. В передней части фюзеляж обшит алюминиевым листом и фанерой, остальная обшивка матерчатая. Крылья прямоугольные с двумя иловыми лонжеронами. Возвышение крыла 5. Верхнее крыло из трех частей, центроплан обшит фанерой, у консоли обшивка матерчатая. С фюзеляжем верхнее крыло соединяло с четырьмя одиночными попорками. Нижнее крыло из двух частей. Иллерон на обоих крыльях. Хвостовое оперение деревянное, обшивка матерчатая. Между крыльями четыре распорки стальных трубок. Шасси деревянное. На самолет ставили 8-цилиндровые, в Е-образной Е, двигатели жидкостного охлаждения разного типа. На СИ-5 применялся двигатель из Панасуиза французского производства с редуктором, мощностью 110 кВт. На СИ-5 встречались лицензионные двигатели из Панасуиза типов 8BB, 8BD8C, 8S, D8ES, 8 ее мощностью 147 кВт. Английская фирма Уолсли выпускала двигатели по образцу из Панасуиза, но без редуктора, тип W-4А-Вайпер и W-4Бедер. Двигатели Уолсли из Панасуиза поздних выпусков были форсированы до 160 кВт. Радиатор лобовой, обычно из двух прямоугольных сегментов, каждый из которых обслуживал один ряд двигателей. Выхлопные трубы длинные, уходящие за кабину пилота. Вооружение, 1,7,7 пулемет Викерс, установленный слева перед кабиной пилота и стреляющий через диск винта с помощью синхронизатора Константинеску. Бойкомплект 400 выстрелов. Кроме того, 1,7,7 пулемет Льюис на станке Фостера на верхнем крыле. Бойкомплект 4 диска по 97 патронов. Концентрический прицел или оптический типа Олдис. Под крылья самолет мог брать 4-11 к бомбе Купера. Самолет в порядке эксперимента оснащали батареей Имана. Батарея из трех Льюисов стреляла вверх под углом 45 Г и предназначалась для борьбы с аэростатами. Небольшой серией выпускался двухместный учебный вариант самолета. СИ-5А. Тактико-технические данные самолета СИ-5А. Крыла 147 кВт. Сухая масса 695 кг. Взлетная масса 930 кг. Размах крыла 8,12 м. Длина 6,38 м. Высота 2,40 м. Площадь крыла 22,9 м. Номер 178. Хорды крыла 1,52 м. Расстояние между крыльями 1,4 м. Клея-шасси 1,52 м. МАК скорость на 3000 метров 212 км в час. Время набора 2000 метров 6 минут 20 секунд. Потолок 5950 метров. Дальность полета 550 км. Время полета 3 часа. Бристоль-Ф-2Би номер N1420. Прототип серии МК. Ша. Снимок сделан после войны. Бристоль-Ф-2Би. В середине 1916 года англичане столкнулись с нехваткой современных разведывательных самолетов. На фронте действовали устаревшие толкачи ВВЕ-2, которые требовали истребительного сопровождения и все равно несли огромные потери. Фирма Бристоль-Роплинка в Филтоне построила летом 1916 года два прототипа двухместного битплана, обозначенные как R-2A и R-2B. Первые прототипы сносили двигателем Бердмир мощностью 87 кВт, а второй. Из панасури за мощностью 107 кВт. Создателем обеих машин был инженер Фрэнк Барнуэлл. Оба двигателя оказались слабоваты. Чтобы раскрыть возможности самолета их заменили мотором Rolls-Royce Falcon мощностью 138 кВт. При этом обозначение самолета изменили на Бристоль-Ф-2А. Построили два прототипа, АЗАС и А-3304, первый из них облетали 3 сентября 1916 года. Второй прототип, с двигателем Испано-Сюиза облетали 25 октября. Прототип АЗАС прошел летные испытания в центральной авиашколе в Апионе 16 до 18 сентября. Во время испытаний на самолет ставили 4-х лопастный винт диаметром 2793 мм или 2-х лопастный диаметром 2993 мм. Самолет отличался высокой и максимальной скоростью, скороподъемностью и неплохим обзором из кабины. Обзор удалось обеспечить, расположив нижнее крыло в 500 мм под вузеляжем. В ноябре начали серийное производство, первая серия насчитывала 50 экземпляров. Первая получила новая истребитель и 48-я эскадрилья с леткомбой 8 марта 1917 года эскадрилья перебазировалась во Францию. Через два дня 55-я эскадрилья сменила свои потрепанные DH-4 на новые F-2A. Боевое крещение прошло не слишком удачно. И шести F-2A, вылетевших на патрулирование, вернулось на базу только два, из которых один разбился пред посадки. Остальные были сбиты альбатросами D-3 из G-111 Манфреда фон Рихтгофена. Неудачно закончились и несколько других попыток применить самолеты F-2A. Переломить полосу неудачи удалось только вооружив самолет вторым пулеметом у задней кабины, а главное, изменив тактику боя. Бристоль и F-2A стали грозным противником даже для немецких истребителей. Одним из лучших пилотов оказался канадец лейтенант А.П. Макивер, который, летая с наблюдателем лейтенантом ЛТ. Поуэллом сбил более десятка германских самолетов. Самолеты, вооруженные вторым пулеметом, обозначались как F-2B. Со своим появлением, они стали единственным вариантом самолета. Первые 150 машины снастили двигателем Rolls-Royce Falcon i мощностью 140 кВт, а последующие 50 получили двигатель Falcon 2 мощностью 161 кВт. Вскоре выяснилось, что получилась весьма удачная машина, и заказ тут же увеличили до 5500 года машин. Но построить все заказанное машины не удалось, несмотря на то, что сборка самолетов шла сразу на 10 предприятиях. До конца 1918 года построили 3101 самолет. После войны самолеты F-2B выпускались и использовались в США. На самолетах F-2B могли стоять разные двигатели. Кроме упомянутых выше, использовались мотор Falcon 3 мощностью 201 кВт, из Панасуриза и Сан-Демараб мощностью 147 кВт, Сидли-Пума мощностью 169 кВт, Уолсли-W-4 Ревайпер – 147 кВт, другой из Панасуриза – 220 кВт, РАВ-4Д – 148 кВт. На послевоенных самолетах американского выпуска составили американские двигатели большой мощности «Либерти», «Райт» и «Покарт» – более 250 кВт. Но самым распространенным мотором был Falcon 3. Наиболее подходящей ролью для машин F-2B оказалась активная оборона, то есть сопровождение и прикрытие тяжелых бомбардировщиков. Самолет Bristol F-2B представлял собой одномоторный двухместный биплан, тяжелый истребитель. Конструкция цельнодеревянная. Каркас вюзеляжа прямоугольного сечения, до кабины пилота обшит алюминиевым листом, дальше – материи. Крылья двухлонжеронные, из трех частей, одинакового размаха и ширины. Крылья прямоугольной формы с округлыми законцовками и возвышением 4. Лонжеронный F-T-нир-юра из ели, обтянуты материи. Илероны на обоих крыльях. Между крыльями распорки стальных трубок, профилированные алюминиевым листом. Под нижними крыльями имелись дуги безопасности, защищавшие законцовки крыла от возможных ударов о землю при взлете и посадке. Верхнее крыло смещено вперед на 400 мм относительно нижнего. Хвостовое оперение деревянное, обшивка матерчатая. Рули без компенсации. Угол атаки горизонтального стабилизатора можно было регулировать на земле, это было новым техническим решением для того времени. Тяги рулей проходили снаружи фюзеляжи. Шасси с двумя стойками, общей осью и резиновым амортизатором. Хвостовой костыль с маятником и амортизатором. Двигатель, 12-цилиндровый, рядный. В ее образниче, жидкостного охлаждения, типа Rolls-Royce Falcon 3 мощностью 202 кВт. Радиатор лобовой с регулируемыми жалюзи. В верхней части радиатора имел вылез, через который стрелял курсовой пулемет. Винт двух или четырехлопастный, деревянный. Длинные выхлопные трубы, игравшие также роль глушителей, отводили выхлопные газы за кабину экипажи. Главный топливный бак объемом 200 литров находился фюзеляж зад двигателем. Вооружение состояло из одного пулемета Vickers 0,9 калибра 7,7 мм, установленного на фюзеляже вдоль продольной оси симметрии и стреляющей через отверстия в радиаторе дисквинта с помощью синхронизатора Константиниско, а также одинарный или спаренный пулемет Lius 0,7 мм на станке SCAR в кабине наблюдателя. Общий боекомплект 1642 патрона. Под крыльями имелись держатели длить 12 бомб общей массой до 100 кг. Тактико-технические данные. Сухая масса 878 кг. Взлетная масса 1261 кг. Размах крыла 11,97 м. Длина 7,91 м. Высота 2,94 м. Площадь крыла 37,68 м. Номер 178. Максимальная скорость 198 км в час. Время набора 3000 метров 11 минут. Время набора 4500 метров 21 минут. Потолок 5500 мм. Дальность полета 450 км. Время полета 3 часа. Bristol F-2B. F-E-2B в полете. F-E-2B из 20 эскадрильи, 1916 год. Видно вооружение в виде трех пулеметов Lius и четырех лопастный винт. F-E-2B прототип. F-E-2D. F-E-2B-2D. Этот самолет спроектировал Гофрид Дэхи Вилленд на фирме Royal Aircraft Factory, RAF, в конце 1913 года. Первые облеты прототипа состоялись в марте 1915 года. Аббревиатура F-E обозначала fighter experimental и экспериментальный истребитель. Это была типичная многоцелевая этажерка первого периода войны, истребитель, бомбардировщик и разведчик в одном флаконе. Хоть F-E-2B был довольно большим и тяжелым самолетом, он успешно противостоял факирам. Лучшая эскайзеровская авиация первого периода войны Макс Эмельман погиб 18 июня 1916 года над Ленсом в бою с F-E-2 мягкий знак С-25 эскадрильи. Сбил Эмельман экипаж в составе пилота ДЖ. ПМ-кабина и наблюдатель ДЖ. Хауалера. Прочность конструкции F-E-2B была наглядно продемонстрирована 2 января 1917 года, когда сержант Матерсхит спекировал с горящим двигателем с высоты 2000 метров и у земли выровнял машину. Потоком воздуха сбило пламя, и сержант совершил вынужденную посадку. Матерсхит получил травму при посадке, но спа жизнь своему раненному наблюдателю. За этот поступок Матерсхит был представлен Кресту Виктории, единственный унтер-офицер армейской авиации 5 июня 1917 года. Ф-E-2B были атакованы 15-ю альбатросами Ди-2-1. В разгоревшемся бой погиб немецкий командир АС-30 победами Карл Шеффер. 6 июля 1917 года лейтенант А. Э. Вудбридж, наблюдатель самолета F-E-2B, пилотированного капитаном Д. П. Канелом, сбил из пулемета альбатрос Ди-11 Манфреда фон Рихтгафенна, ранив немецкого АСа в голову. Самолеты F-E-2B выпускались до 12 мая 1916 года серии 85 машин. Первые 12 самолетов получили двигатели Грин мощностью 74 кВт. Последующие самолеты оснащались рядными 6-цилиндровыми двигателями Бердмэр мощностью 88 кВт, а затем и 118 кВт. Самолет имел сложные шасси с выдвинутым вперед роликом, предохраняющий машину от капотажа. Однако такое шасси вызывало большое аэродинамическое сопротивление. В начале 1916 года приступили к выпуску самолета F-E-2D с упрощенным шасси более мощным двигателем. Это был 12-цилиндровый вью-образничь Райлс-Ройс Игл-1 мощностью 184 кВт. Двигатель агрегатировался с четырехлопастным винтом. Последующая серия получали двигатели Райлс-Ройс, Игл-2 165 кВт, Игл-3 209 кВт, Игл-4 237 кВт. Винты обычно двухлопастные, деревянные. Самолеты F-E-2D также выпускались фирмой Бултен и Пол в Норвиче, где построили 270 машин. F-E-8. F-E-12. F-E-2D. F-E-9. F-E-2B. Всего изготовили 1939 самолетов тех модификаций. 1-12 F-E-2D 1 июля 1916 года получила в качестве пополнения 20-я эскадрилья, летавшая на F-E-2B. 16 декабря 1916 года во Францию прибыла 57-я эскадрилья, также оснащенная F-E-2D. Самолеты эскадрильи выполняли различные задачи, в том числе фоторазведку. Фотокамеры устанавливали на левом борту кабины наблюдатели. Самолеты также наносили дневные и ночные бомбовые удары, били А-4-11, к бомбе на держателе под визеляжем. Вскоре на фронте появились еще две эскадрильи. 20-е и 25-е. Всего на Западном фронте действовало 116 самолетов F-E-2D, но к концу 1917 года их заменили самолетами Aircadier H-4 и Bristol F-E-2B. Авиация по Великобритании располагала тремя эскадрильями 33, 36 и 78, на F-E-2D. До конца войны оставалось 40 самолетов, находившихся в составе учебных частей. Самолет F-E-2B-2D представлял собой двухместный бетлан деревянной конструкции. Фюзеляжная гондола частично обшита фанерой, частично материи. Место наблюдателя находилось впереди и оснащалось двумя пулеметами «Льюс». Оба пулемета установлены подвижно. Один направлен вперед, а другой – на высокой стойке, назад. Для обслуживания заднего пулемета наблюдателю приходилось вставать в полный рост. На F-E-2D остался только один пулемет, направленный вперед. Хвостовую часть самолета образовывали две деревянные решетки с тремя вертикальными стойками и растяжками стальной проволоки. Спереди решетки крепились к задним лонжеронам крыльев. А сзади соединялись у хвостового оперения. Хвостовое оперение деревянное, обшитое материей, с характерным треугольным килем и большим плавающим рулем направления. Крылья из трех частей, двух лонжеронные одинакового размаха и возвышения, тригг, обшитые материи. Илероны на обоих крыльях. Шасси трехколесные F-E, два B или двухколесные F-E, два D с масляным и резиновым амортизаторами. Рядные двигатели установлены в задней части фюзеляжной гондолы, винтолкающий двухлопастный деревянный. Радиаторы установлены по бортом фюзеляжа F-E, два B или за сидением пилота F-E, два D. Тактико-технические данные самолета F-E, два B, два D. Сухая масса 962, 1137 к. Взлетная масса 1376, 1572 к. Размах крыла 14,56 метра. Длина 9,84 метра. Высота 3,85 метра. Площадь крыла 46 мент номер 178. Маг скорость над 2000 метров 130, 151 к. Че. Время набора 2000 метров 19 минут. Потолок 3350, 5335 м. Время полета 3,5 часа. RAF F-E, 8. F-E, 8. Один самолет с толкающим винтом, спроектированный в октябре 1915 года Д. Ж. Кенуарте. Самолет выпускался фирмой RAF Southfarnborough, Градство Ганте. Самолет походил на D-Rage, два и предназначался на роль истребителей. Первый раз машина поднялась в воздух в октябре 1915 года. Самолет довольно долго доводился, поэтому в боевые части начал поступать сравнительно поздно. Первыми получили новый истребитель 5-я, 40-я и 41-я эскадрильи. Всего в 1916 году на фронте действовало 103 самолета F-E, 8. В первые месяцы 1917 года на фронт доставили еще 44 истребителя. 33 самолета оставалось в частях на территории Великобритании. Всего изготовили около 200 самолетов F-E, 8. На фронте самолет показал себя удовлетворительно. К середине 1917 года F-E, 8 сняли с фронта. Самолет F-E, 8 представлял собой одноместный бетлан смешанной конструкции. Фюзеляж деревянный, обшитый фанерой. Рама из стальных трубок с проволочными растяжками. Киль отсутствовал руль направления плавающего типа. Хвостовое оперение металлическое, обшивка матерчатая. Крылья деревянные, из трех частей, двухлонжеронные с одинаковым возвышением, 4, и одинаковым размахом. Обшивка матерчатая, или рон на обоих крыльях. Шасси остальных трубок с резиновым амортизатором. Двигатель, ротационный гном, 74 киловатта. Лерон, 80 киловатт, или клержа, 80 киловатт. Винт толкающий, деревянный, 4-х лопастный. Первые 20 экземпляров были вооружены пулеметом «Льюис», установленным в носовой части гондолы и наводимым в горизонтальной плоскости тягами, проведенными к месту пилота. Но эта система оказалась неудобной, поэтому пулемет перенесли на верхнюю сторону фюзеляжа перед кабиной. Боекомплект к пулемету составляли 3 диска на 47 патронов каждый. Тактико-технические данные самолета F-E-8 с двигателем Лерон. Сухая масса 406 килограммов. Взлетная масса 610 килограммов. Размах крыла 9.60 метров. Длина 7,22 метра. Высота 2,80 метра. Площадь крыла 20.2 мент номер 178. Хорда крыла 1,2 метра. Макс скорость у Земли 152 километра в час. Время набора 2000 метров 11 минут. Время набора 3000 метров 17 минут 30 секунд. Потолок 4400 метров. Время полета 2,5 часа. Викерс ФБ-9 смодифицированной гондолой, вооруженной пулеметом «Льюс». Викерс ФБ-9. Самолет представлял собой продолжение линии первых толкачей фирмы Викерс ФБ-5 и ФБ-6, созданных еще 1913 году. Самолет отвечал популярной перед войной концепции двухместного многоцелевого самолета, хотя предназначался прежде всего на роль истребителя. Аббревиатура ФБ расшифровывалась как «Файтер Биплэн» и «Стребитель Биплэн». Так обозначались все самолеты фирмы Викерс, выпускавшиеся до конца войны. Главный конструктор фирмы Гарольд Барнаилл создавал самолеты с толкающим винтом почти до конца войны, хотя уже в 1916 году данная схема безнадежно устарела. Применение толкающего винта еще было оправдано в первые месяцы войны, пока не был изобретен синхронизатор для стрельбы через диск винта. Самолет ФБ-9, прозванный вооруженным городским автобусом, отличался от своего предшественника только формой и размахом крыльев, а также конструкцией шассии. Кроме того, на самолете отсутствовали обычные в то время противокопотажные полозья, выдвинутые далеко вперед. Горизонтальный стабилизатор находился над рулем направления, ФБ-9 стал последним самолетом фирмы Викерс подобным хвостовым оперением. Самолет выпускался в Крефорде и Бридже, а также по лицензии фирмы Дарака в Париже. Фирма Викерс построила только 95 машин, а Дарак – 24. Самолеты ФБ-9 вместе с другими английскими толкачами того времени ФЕ-2Б, ДЖ-2, ФЕ-8 представляли собой основную добычу немецких истребителей в 1915 году и 1916 годах. Самолеты состояли на вооружении пяти эскадрильей на Западном фронте. Самолеты ФБ-9 имелись и в некоторых французских эскадрильях. Вместе со старыми ФБ-5 они участвовали в битве на Соме. На самолете номер 7828 экипаж лейтенант Моррис и наблюдатель сержант Гловер одержали 1 июля 1916 года подтвержденную победу. Но большинство самолетов этого типа попало в учебные части и летные школы, поскольку отличались устойчивостью в воздухе и прощали даже грубые ошибки пилотирования. Самолеты также использовали в школах авиастрелков, тогда кабинные наблюдатели оснащались турелью типа «Скарф». Учебные самолеты оборудовались дублирующим комплектом рулевых устройств. Последние самолеты ФБ-9 сняли с фронта в конце 1917 года. В учебных частях и школах самолет применялся до конца войны. Самолет ФБ-9 представлял собой двухместный бетлан деревянной конструкции. Фюзеляжная гондола деревянная, обшитая материей и фанерой. В передней кабине было место наблюдателя. Кабина оснащалась пулеметом, имевшим неограниченный сектор обстрела в передней и полусфере. В задней кабине занимал место пилот. Хвостовую часть фюзеляжа составляли две рамы из стальных трубок с двумя парами вертикальных стойк из еловой древесины. Спереди рамы крепились к задним лонжеронам крыльев, а сзади сходились к хвостовому оперению. Горизонтальный стабилизатор большой площади, деревянной, обшитой материей и уложена решетка у хвостовой части фюзеляжа. Кель с рулем направления также деревянные, обшитые материей. Хвостовой костыль деревянный с резиновым амортизатором. Крылья деревянные, из двух частей, двух лонжеронные, обшитые материей, одинакового размаха и ширине, прямоугольные и с возвышением два гор. Илероны на обоих крыльях. Нижнее крыло оснащено дугами, предохраняющими крыло от ударов о землю. Шасси стальных трубок, профилированных деревянными накладками, общей осью и резиновым амортизатором. У некоторых самолетов днище защищалось броней, а шасси отличались усиленной конструкцией с масляным амортизатором. Двигатель, ротационный гномоносу под мощностью 73 кВт или элерон мощностью 81 кВт. Винт, толкающий деревянный, двухлопастный. Бензобак в верхней части фюзеляжа за головой пилота. Вооружение, один подвижный 7,7 м пулемет Льюис в передней кабине. Тактико-технические данные самолета ФБ-9 с двигателем Гном. Сухая масса 466 килограммов. Взлетная масса 858 килограммов. Размах крыла 10,22 метра. Длина 8,65 метров. Высота 3,50 метра. Площадь крыла 31,60 метра. Хорда крыла 1,58 метра. Хорда горе-стабилизатора 1,93 метра. Клея-шасси 1,75 метра. Макс-скорость у Земли 133 километра в час. Макс-скорость на 3000 метров 120 километров в час. Время набора 2000 метров 19 минут. Время набора 3000 метров 51 минут. Потолок 3350 метров. Время полета 4,5 часа. Викерс ФБ-12 с двигателем Гнома на супоп. Викерс ФБ-12 с двигателем Джиронау мощностью 58 киловатт. Викерс ФБ-12 и номер А7351 с двигателем Монзанью мощностью 73 киловатта. Викерс ФБ-12. Имя Сесила Бернарда Редрапа малоизвестно даже историкам. Редр был одним из пионеров английской авиации, создавая авиационные двигатели, на которые получил несколько патентов в Охгу-годах. Прежде всего он занимался совершенствованием так называемых бироптоцидных двигателей. Его двигатели использовались на многих английских толкачах, выпускавшихся в Охгу-годах фирмы Викерс, Лимитед в Крифорде. Фирма с упорством, достойным лучшего применения, сохраняла верность схеме с толкающим винтом, создавая новые модели вплоть до конца войны, когда уже всем была очевидна ее бесперспективность. Всего на Викерсе создали пять моделей самолетов с толкающим винтом, в том числе одна двухмоторная. Самолет FB-12 был вторым в этом списке. Особенность его конструкции заключалась в так называемом подвешенном нижнем крыле. Выпускалось несколько модификаций самолета, различавшихся габаритами и двигателем. Самолет выпускался до середины 1917 года. Последние толкачи фирмы Викерс служили еще в начале 1918 года. Самолет FB-12 создали в Крифорде в июне 1916 года. В августе самолет проходило испытания в Центральной летной школе. С двигателем JL-Ronao мощностью 58 кВт самолет развел максимальную скорость 152 км в час, а высоту 3000 метров набрал за 27 минут 30 секунд. Но проявилась и недостаточная поперечная устойчивость самолета. Тогда увеличили размах крыла, а двигатель заменили двигателем Гнома на супык мощностью 73 кВт. Самолету присвоили обозначение FB-12A и в декабре 1916 года отправили во Францию для испытания в боевых условиях. Вскоре заключили контракт на поставку 649 самолетов, но выпустили только 50 экземпляров, которых отправили на фронт. Фирма Уэллс Виэйшн Ковчелса в начале 1917 года создала модификацию самолета с металлическими крыльями двигателем Харт мощностью 110 кВт. Данный двигатель спроектировал Редраб. Самолету присвоили обозначение FB-12B. Затем появился FB-12C, имевший деревянную конструкцию, но оснащенный двигателем Редраба. Но двигатель Харт оказался очень капризным, поэтому в серию он не пошел. Построили только 18 экземпляров с двигателем Харт. Принципиально летные качества самолета новый двигатель не изменил. Самолет FB-12 представлял собой одноместный бетлан смешанной конструкции. Фюзеляжная гондола имеет каркасы стальных трубок, обшита алюминиевым листом и материей. Верхнее крыло из двух частей, нижнее из трех. Илероны на обоих крыльях. Хвостовое оперение деревянное, обшивка матерчатая. Шасси и стальных трубок, резиновый амортизатор. Двигатель на FB-12C. Цилиндровый ротационный лейрон, 59 киловатт. Гнома на супоп, 73 киловатта. На FB-12, 5-9 цилиндровый звездообразный Харт, 110 киловатт. На FB-12С ротационный лейрон, 81 киловатт. И 10-цилиндровый звездообразный Анзаня, 73 киловатта. Винт двух рыль и чигарих лопастный, деревянный. Вооружение, 1,7,7 м пулемет Льюс. Тактико-технические данные. Австро-Венгрия. ОФД-3 номер 153.07 с двигателем Австро-Даймлер мощностью 104 киловатта. ОФД-3. По сравнению с Германией Австро-Венгрия выпускала меньше самолетов. С другой стороны, армия Австро-Венгрии, действовавшая в России и на Балканах, имела меньшую потребность в самолетах. Лишь в Италии авиация применялась достаточно активно. Австро-Венгерские фирмы сумели создать очень хорошие аэромоторы. Фирма Австро-Даймлер выпускала мотор-конструкции Фердинанда Порше, а фирма Вархаловские – моторы-конструкции Отто Херонимуса, Херра. Кроме самолетов оригинальной конструкции, Австро-Венгрия выпускала самолеты по лицензии. В октябре 1916 года фирма Астер-Айхиша Флюкцекфабрика Кценгизельшев Твинер на штате, ОФАК, купили лицензию на Альбатрус-Ди-2. Австрийский прототип, обозначенный как 53.01, совершил первый полет 15 января 1917 года. От германского самолета австрийский отличался более широким крылом и более мощным двигателем Австро-Даймлер – 136 кВт. Двигатель был целиком утоплен вглубь узеляжи. Вооружение самолета составляло один пулемет, установленный под капотом справа от двигателя. Всего выпустили 16 самолетов, после чего развернули выпуск более совершенного Альбатроса Ди-3. Австрийцы творчески доработали конструкцию и этого самолета, заметно улучшив машину. В частности, австрийцы усилили конструкцию крыльев, благодаря чему самолет мог пикировать, не опасаясь потерять крылья. В рамках 153 серии самолеты оснащали двигателем Австро-Даймлер мощностью 147 кВт, а самолеты 253 серии оснащались двигателями той же фирмы мощностью уже 165 кВт. Начиная с экземпляра 153 к 1112 изменили конструкцию фюзеляжи. Но самолеты сделали более круглым, при этом убрали кок винта. На самолетах ОФД-3 летали лучшие пилоты австро-венгерской авиации, Брумовские, Линки Кроуфорд, Оригитис. С январь 1917 года по октябрь 1918 года в Австро-Венгрии выпустили 45 самолетов 53 серии, 286 самолетов 153 серии и более 200 самолетов 253 серии. ОФД-3. Самолеты ОФД-3 оснащались двигателями Австро-Даймлер следующих типов. 53 серии, тип 18000 мощностью 136 кВт. 153 серии, тип 19000 мощностью 147 кВт, или лицензионный венгерский МАК. 253 серии, тип 23000 мощностью 165 кВт, фирмы Даймлер Моторин АГ. Винты, деревянные, двухлопастные, диаметром 2750 мм, производство фирм Яры. Интеграл или Гайдук. Вооружение, два пулемета Штеры или Шварцлозий М7-19 или М7-16 и аркалибра 8 мм, установленные слева и справа от двигателя. Винты стреляли через диск винта с помощью синхронизатора Даймлер, призелили Бернацик. Тактико-технические данные Д3 серии 153-253. Сухая масса 690-716 кВт. Взлетная масса 969-1005 кВт. Размах крыла 9 метров. Длина 7,35 метра. Высота 2,81 метра. Площадь крыла 20,64 мм. Номер 178. Максимальную скорость 188-202 кВт. Потолок 5000 метров. Дальность полета 300 км. Скороподъемность 3,3 мс. Прототип PhoenixDI номер 20.16. PhoenixDI 3 SKI. Camarine номер Yota 41 прототип. PhoenixDI номер 20.16 с двигателем Австродаймлер. PhoenixDI. Вид спереди. PhoenixDI. Фирма Phoenix Fluctio Glerky AG из Венныштадлау принадлежала австрийскому финансисту итальянского происхождения Камильо Кастильоне. В 1914 году он продал часть своего предприятия германской фирме Бранденбургиша Fluctio Glerky GmbH, принадлежавшей Эрнсту Хинкелю. Хинкель не только владел своей фирмой, но и был ее главным конструктором. Поэтому фирма Phoenix в начале войны выпускала самолеты Хинкели, сухопутные и морские. В 1917 году конструкторское бюро фирмы, возглавляемое инженером Габриэлем Т. Кирсти, переработала конструкцию истребителя Бранденбург-Ди-Ай, изменив хвостовое оперение, крылья двигатель. В результате получился совершенно новый самолет PhoenixDI. Осенью фирма получила заказ на три серии самолета по 50 машин в каждой. Самолеты в тех трех серии получили одинаковый двигатель Хиера мощностью 147 кВт, а номера серии определялись только производителем двигателя. Самолеты 138 серии получили моторы, выпущенные фирмой Вархаловски, 228 австрофиат, а 328 бритфолданик, Прага. Первые экземпляры попали на фронт в феврале 1918 года. Самолеты применялись как в армии, так и на флоте, где им присвоили обозначение Йота-1. Самолет получился удачным. По скорости он превосходил английский Кемилл, немного уступая им в маневренности. Вскоре в конструкцию фюзеляжа и хвостового оперения самолета внесли изменения. В частности, появился Киль, который первоначально отсутствовал. Появился самолет PhoenixDI II серии 122, 222 и 322. На фронте Ди II появился в мае 1918 года. Выпускалась и серия 422 с двигателем Хиера мощностью 169 кВт и элеронами на обоих крыльях, Ди-Ай-Ай-Ай. Перед самым концом войны в серию пошел самолет Ди-3. Были подготовлены два прототипа Ди-4. Прототипы имели фюзеляж эллиптического сечения и оснащались двигателем Австродаймлер. Конструктором этих машин был инженер Кирсти. Истребители PhoenixDI II состояли на вооружении нескольких частей, например, Flykao 55Y-60Y. Четвертый по результативности австро-венгерский асфранк Линки Кроуфорд незадолго до своей гибели 31 июля 1918 года летал попеременно на PhoenixDI и Aviatikberg DI. В трагический день Линки Кроуфорд оставил Phoenix в ремонте, а сам вылетел на авиатике 115.31, и погиб в бою с англичанами. Всего выпустили 160 самолетов DI-144D-2, 48DI, 29DI-3 и 2DI-4. PhoenixDI. Самолет PhoenixDI-2 представлял собой одноместный бетланцель на деревянной конструкции. Каркас фюзеляжа обшит фанерой, а в передней части алюминиевым листом. Блок цилиндров выступает за пределы фюзеляжа, чтобы улучшить охлаждение. Крылья двухлонжеронные, обшиты материи. Между крыльями распорки стальных трубок и растяжки стальной проволоки. Элероны металлические с матерчатой обшивкой, только на верхнем крыле. Привод элеронов на DI-2 с помощью тяг. Радиатор над верхним крылом. Винь деревянный, двухлопастный, диаметром 2660 метров. Вооружение. Два пулемета Шварцлозе калибра 8 мм, бэкомплект 300 выстрелов на ствол. Пулеметы установлены под капотом слева и справа двигателя, оснащены синхронизатором системы ЦАПАРКА. Тактико-технические данные самолета Феникс DI, DI-5 дробь D-3. Сухая масса 665, 665 дробь 685 к. Взлетная масса 805, 805 дробь 951 к. Размах верхнего крыла 9,8 метра. Размах нижнего крыла 9 метров. Длина 6,62 метра. Высота 2,79 метра. Площадь крыла 25 мент номер 178. Калия шасси 1,5 метра. Максимальная скорость 180, 180 дробь 195 к. Потолок 6000, 6000 дробь 6800 м. Время полета 2 часа. Время набора 1000 метров 3 минуты, 3 мин 2 минуты, 30 секунд. Время набора 3000 метров 12 минут, 12 мин 12 минут. Авиатик Берг-Ди, 1 номер 38.05 Восперни, 1917 год. Берг-Ди, 1 номер 30.58, серийный. Высотный Берг-Ди, 1 номер 30.30. Авиатик Берг-Ди, 1 номер 30.14 с двигателем Австрадаймлер мощностью 138 кВт. Авиатик, Берг-Ди, истребитель спроектирован в 1916 году инженером Юлиусом фон Бергом. Самолет имел очень простую конструкцию, его можно было собирать даже в небольших мастерских. Машина отличалась хорошими летными качествами, что подтверждают и итальянские пилоты, получившие, возможность полетать на трофейных машинах. Хорошие летные качества объясняются удачной конструкцией крыла. За задним инженером крыло становилось тонким и вогнутым. На больших скоростях эта вогнутость исчезала, своеобразное крыло с изменяемой геометрией. Благодаря этой мере самолет отличался исключительной устойчивостью в полете. Самолеты выпускались фирмы Астера и Хишинавиатик Веркивин Штадлау в рамках 38, 138, 238 и 338 серий, а также фирмы Ревинер Карасириунт Флюкцек Фабрикт ВКФ в рамках 84, 184, 284 и 384 серий. Кроме того, выпуск был организован афирмой Леонер Верки ГМБХ, 115 серии, Тони Унг Фиала, 101 серии, и Унгари Шальгимани Машинин Фабрик АГ, МАК, 92 серия. Самолеты разных серий могли иметь разные двигатели, что влекло изменения в сопутствующих узлах. Имелись и другие второстепенные различия. Общая конструкция самолета оставалась неизменной на протяжении всего выпуска. Всего выпустили 740 самолетов тех серий. ОТВ, 1914 год. Тайп-338. Тайп-38. Самолеты Берг-Диа летали в составе различных эскадрильев Лиджор Компани Флайкау 6,17, 41 льота, 42 льота, 56 льота, 60 льота, 63 льота и другие. Большинство австрийских асов пользовалось этими машинами и очень хорошо о них отзывалось. Юлиус Ориги в 1918 году сбил на самолете номер 338 Q1 три итальянских самолета, в том числе два в течение одного дня. Франклин Кикроуфорд, командир Флайкау 60 льота сбил на Берге семь итальянских машин. Самолет Берг-Диа представлял собой одноместный бетланцель на деревянной конструкции. Фюзеляж прямоугольного сечения, без проволочных растяжек. Соединения лонжеронов и шпангоутов усиливались небольшими деревянными штырями. Обшивка фюзеляжа фанерная. Закабинный длинный обтекатель полукруглого сечения. Крылья двухлонжеронные, тонкого профиля, обшитые материи. Вдоль задней кромки пропущена стальная проволока. Короткие лироны из стальных трубок обтянуты материей, только на верхнем крыле. Верхнее крыло соединялось с нижним двумя парами продольных стойк, а с фюзеляжем двумя стойками в форме буквы Н крылья без возвышения. Хвостовое оперение из стальных трубок, обшито материей. Горизонтальный стабилизатор несущего выпукловогнутого профиля. Радиатор лобовой автомобильного типа. На некоторых сериях их применялся узкий радиатор, смонтированный в передние кромки верхнего крыла. Некоторое число самолетов несло оригинальный четырехлопастный винт Яры с двумя фиксированными углами атаки лопастей, 70 ГР и 100 ГР. Это облегчало синхронизацию пулеметов, стрелявших через диск винта. Вооружение. Два пулемета Шварцлозе калибра 8 мм под капотом, слева и справа от двигателя. Бойкомплект 300 выстрелов на ствол. Некоторые машины несли третий пулемет Шварцлозе, установленный перед кабиной и заклиненный под углом вверх, так что стрелял мимо диска винта. Токсико-технические данные самолета Берг-Диа с двигателем 147 кВт. Сухая масса 610 кг. Взлетная масса 852 кг. Размах верхнего крыла 8 м. Размах нижнего крыла 7,88 м. Длина 6,95 м. Высота 2,48 м. Площадь крыла 21,8 м. Номер 178. Расстояние между крыльями 1,4 м. Калия-шасси 1,8 м. Максимальная скорость 185 км в час. Потолок 6100 м. Время полета 2 часа. Время набора 2000 м 4 минуты 36 секунд. Время набора 6000 м 26 минут 5 секунд. Бранденбург-Ди-Ай, номер 62.72. Бранденбург-Ди-Ай в полете над Северной Адриатикой. Бранденбург-Кэйди номер 28.30. В кабине австрийский ас-хорватского происхождения Раульстый Савлевич. Ганза Бранденбург-Ди-Ай. Для австрийского филиала фирмы Ганза самолеты проектировал Эрнст Хейнкель. Именно Хейнкель спроектировал истребитель КГ-Ди-Ай, получивший также прозвище Спинни-Паук. Самолет облетали в апреле 1916 года. Самолет выделялся из ряда себе подобных машин тем, что вместо обычных для того времени вертикальных стоек между крыльями имел диагональные стойки, чем-то напоминающие противотанковые ижи. Хотя подобная конструкция выглядела довольно тяжеловесно, она не перегружала самолет, а главное, не требовала постоянных регулировок, обеспечивая повышенную жесткость крыла. Хэнсо Бранденбург-Ди-Ай. Такие стойки, впрочем, портили аэродинамику самолета, но при скоростях того времени это заметной роли не играло. У первых самолетов отсутствовали киль и лобовое стекло. Кроме фирмы Ганза данные самолеты выпускала фирма Феникс из Вены и Унгаришен Флюкцайк Фабрик АГ, Уфок, из Будапешта. Самолеты производства Феникс оснащались двигателями Австрадаймлер тип 17 тысяч мощностью 118 киловатт, а производство Уфок, двигателями Австрадаймлер тип 18 тысяч мощностью 136 киловатт. Всего построили 96 самолетов этого типа. Самолет получился неплохой, хотя недостаточно маневренный и слабовато вооруженный. Вооружение состояло из одного пулемета Шварцлози 07-12 калибра 8 мм установленного из-за отсутствия синхронизатора на верхнем крыле. Вместе с боекомплектом пулемет помещался в герметичный контейнер типа Вика и второй прозводный пилотами Гробиком. Такое расположение пулемета имело множество минусов. Гробик ухудшал и без того не идеальную аэродинамику самолета. Расположение пулемета вне линии зрения летчика затрудняло наведение и обслуживание. Кроме того, пулемет Шварцлози 07-19 имел невысокую скорострельность 400-430 выстрелов в минуту, по сравнению с немецким Аксим 08-15, 600 выстрелов в минуту, и даже с итальянским Фиат Ревеле 500 выстрелов в минуту. Впрочем, во второй половине 1916 года скорострельность пулемета удалось довести до 600 выстрелов в минуту. В этот же период австро-венгерская армия перешла под германский патрон 7,92 мм, поэтому новые самолеты оснащались уже новыми пулеметами, а старые перевооружались постепенно. Самолеты Brandenburg-DI были основными истребителями австро-венгерской авиации в периоде осени 1916-1917 года, когда появились более современные альбатросы, фениксы и авиатики. На Бранденбургах летали все лучшие асы Австро-Венгрии, а Годвин Брумовский сбил на Ди-122 самолета противника. Самолет Генза-Бранденбург-DI представлял собой одноместный бетланцельно-деревянной конструкции. Каркас фюзеляжа обшит фанерой. Крылья прямоугольные и без возвышения, деревянные, обшитые материи. Радиатор плоский в центроплане верхнего крыла рядом с пулеметом. Токсикотехнические данные. Сухая масса 672 кг. Взлетная масса 920 кг. Размах верхнего крыла 8,50 м. Размах нижнего крыла 8,30 м. Длина 6,35 м. Высота 2,80 м. Площадь крыла 23,95 м. Номер 178. Хорды крыла 1,5 м. Расстояние между крыльями 1,5 м. Макс скорость 118 кг. Взлетная масса 180 км. Макс скорость 135 кг. Взлетная масса 187 км. Час. Потолок 5000 м. Время набора 1000 м. 2 минуты. Время набора 2000 м. 3 минуты. Россия. Прототип Сикорский R16 номер 154. R16 155 на лыжах. Сикорский R16. Игорь Иванович Сикорский, 18, 89, 19, 72, был одним из величайших русских авиаконструкторов тех времен. Он получил великолепное образование, закончив Российскую морскую академию в Санкт-Петербурге и Киевский политехнический институт, факультет электричества. Затем продолжил образование в Париже. В 1908 году Сикорский, будучи в Германии, наблюдал показательные полеты братьев Райб и заразился авиацией. Он решил, что посвятит авиации всю свою жизнь. В 1909 году по рекомендации Луи Блерио купил в Париже двигатель Анзане, такой же, с помощью которого Блерино недавно перелетел через Ля-Манш, и решил положить его в основу конструкция геликоптера. Геликоптер Г-1, и последовавший за ним Г-2, оказался неудачным, и Сикорский переключился на самолеты. В период с 1909 года по 1918 год он спроектировал и построил 25 самолетов и гидросамолетов, все из которых успешно летали. Самой известной конструкцией Сикорского стал тяжелый бомбардировщик Илья Муромец. Некоторые самолеты Сикорского выпускались небольшой серией и участвовали в Первой мировой войне. Российская авиация в тот период летала почти исключительно на французских самолетах, импортированных или построенных по лицензии. Создавать отечественные самолеты было некогда. Шла война. Но насытить за счет импорта протяженный фронт не представлялось возможным. Но благодаря усилиям Сикорского всем стало ясно, что в России вполне можно проектировать и выпускать самолеты. Одним из наиболее удачных машин Сикорского стал легкий истребитель Р-16, выпущенный серией всего в 34 экземпляра. Первый самолет серии был готов в январе 1915 года. Самолет построили, как и все другие машины Сикорского, на РБВЗ в Санкт-Петербурге, где конструктор работал главным инженером. Сикорский Р-16. Самолет Р-16 представлял собой легкий истребитель сопровождения, предназначенный для прикрытия тяжелых бомбардировщиков, типа Илья Муромец. Вообще, концепция эскортного истребителя появилась в России независимо от Запада. Существовало пять вариантов самолета С-16, различавшихся оснащением и двигателем. Самолет мог оснащаться колесным, лыжным и даже поплавковым шасси. На самолете С-16, номер 201, летал один из лучших асов царской авиации Юрий Глишер. Недокументированных побед, одержанных на самолетах этого типа. Иногда самолет оснащался второй кабиной и использовался в качестве разведчика. По этой причине самолет в некоторых книгах определяют как двухместный. Но это не так. В действительности, только пилот имел настоящую кабину. Наблюдатель сидел за его спиной на небольшом седле, напоминающей мотоциклетное, и даже не имел ремней. Летные качества самолета были неплохими, но слабый двигатель не позволял раскрыть потенциал, заложенный в машине. Но в тот период в России отсутствовали более мощные ротационные двигатели. Самолет С-16 был одноместным одномоторным бипланом цельнодеревянной конструкции. Фюзеляж прямоугольного сечения имел деревянный каркас с растяжками и стальной проволоки. Передняя часть фюзеляжа обшита алюминиевым листом, остальная обшивка матерчатая на шнуровке вдоль граней. Крылья двухланжеронные, прямые, с небольшим одинаковым возвышением, одинаковой ширины. Верхнее крыло из двух частей. Илероны только на верхнем крыле, выступающие за контуры крыла. Между крыльями две пары металлических стойк, опрофилированных деревом и проволочные растяжки. Верхнее крыло находилось высоко над фюзеляжем, что открывало неплохой обзор из кабины самолета. С другой стороны, у самолета имелись и недостатки. Слишком высокие стойки не обеспечивали достаточно жесткости, поэтому при резких маневрах крылья колебались. В результате самолет мог внезапно потерять управляемость. Хвостовое оперение деревянное с матерчатой обшивкой. Горизонтальное оперение с двумя металлическими подкосами. Шасси с двумя высокими стойками, шутили, что так самолет виден над высокой степной травой, из двух профилированных труб, колеса на отдельных осях. Резиновый амортизатор. Длинный хвостовой костыль также амортизирован резиной. Самолет оснащался авиатационными двигателями разных типов. Гном мощностью 58 киловатт, гномоносупы той же мощности или гномкалит мощностью 44 киловатта. Винь деревянный, двухлопастный. Два топливных бака общим объемом 90 литров. Главный бак находился между двигателем и кабиной пилота, дополнительный бак, под креслом пилота. Расположение баков было крайне неудачно, так как в случае пожара у пилота не оставалось никаких шансов на спасение. Перекачка топлива проводилась ручным бензонасосом, установленным на левом борту кабины. Вооружение состояло из одного пулемета типа «Викерс», «Максим», «Кольт», «Маттин» или «Льюс». На первых самолетах пулемет ставился над верхним крылом, как на французских «Ньюпорах». На самолетах с номерами от номер 201 до номер 260 использовался синхронизатор системы ГАИ. Лаврова, сотрудника Павловской войсковой школы в Петербурге. В этом случае пулеметы устанавливали слева или справа перед кабиной пилота, в пределах досягаемости рук. Пулемет «Викерс» имел ленточное питание, лента наматывалась на барабан под ногами пилота. Ручка управления в кабине отсутствовала, имелся штурвал в форме автомобильного руля и несколько основных приборов, компас, указатель уровня топлива и тахометр. Тактико-технические данные. Сухая масса 407 килограммов. Взлетная масса 676 килограммов. Размах верхнего крыла 8,80 метра. Размах нижнего крыла 7,90 метра. Длина 7 метров, высота 3,5 метра. Площадь крыла 25,3 метра. Максимальная скорость 125 километров в час. Э-16 номер 155. Пулемет «Кольт» синхронизатором системы Лаврова. Эвроу-504. Конструкция «Авро» 504. Ай-Элеру на верхнем крыле 2. Крыльчатка генератора 3. Главный бензобак – 91 литр 4. Промежуточный бензобак – 18 литров 5. Стеклянный указатель уровня топлива 6. Каркас фюзеляжа 7. Обшивка 8. Правый горизонтальный стабилизатор 9. Правый руль высоты 10. Руль направления. Второй. Соединение элеронов – 12. Защитная дуга – 13. Лонжерон крыла – 14. Трубка ПИТа – 15. Ступень для подъема на крыло – 16. Амортизатор – 17. Воздухозаборник карбюратора – 18. Противокапотожный полос – 19. Ротационный двигатель элерон. ЛФГ Роланди ВИП. Конструкция ЛФГ Роланди ВИП. Один расширительный бак радиатора – 2. Радиотор – 3. Пулемет Шпандалу – 4. Направлюющий ролик тяги элерона – 5. Спидометр – 6. Канал выброса стрелянных гильз – 7. Подача пулеметной ленты – 8. Кожаная обшивка борта кабины – 9. Обшивка фюзеляжей – 10. Каркас фюзеляжей – 11. Руль направления – 12. Петля элерона – 13. Левый элерон – 14. Лонжерон крыла – 15. Обшивка крыла – 16. Место для прохода в кабину пилота – 17. Бойкомплект – 18. Бензобак – 19. Двигатель Бенз БЗАААААА. Брестер Скаут Д. Конструкция Бристольс Кауди 1. Качалка Элерона 2 Элерон 3 Горловина бензобака 4 Бензобак 82 литра 5 Сервисный люк 6 Пулемет Лью-С 7 Кресло пилота 8 Багажник 9 Профилированный верх фюзеляжа 10 Обшивка 11 Каркас фюзеляжа 12 Руль направления 13 Шнуровка обшивки 14 Лонжерон крыла 15 Датчик спидометра 16 Конструкции крыла 17 Борт фюзеляжа 18 Маслообак 23 литра 19 Матерчатый диск леса 20 Компас 21 Вин 22 Ротационный двигатель Ирон Английский истребитель Бристольс Каут С номер 1247 Морской авиации 1915 год Австрийский учебный самолет Фокер В2 номер 03.63 Из учебной части Флэк 6 Венерного штат 1916 год Австрийский истребитель Фокер Ди 2 номер 04.56 Эстис Флэйкау 56 Йота 1917 год Пилот Этмар Вольфон Английский истребитель Сопвич Долфи Номер 8163 87 эскадрилья 1918 год Английский истребитель Ди Сопвич Трипла Номер 5464 5 номер 9474 41 эскадрилья 1917 год Германский истребитель Фокер Ди РЛ номер 425 1918 год Пилот Манфрид фон Эрихт Гофен Английский истребитель Сопвич Трипла Номер 5464,8 Эскадрилья морской авиации 1916 год Пилот-лейтенант Р.Р.Солар Английский истребитель Сопвич Кемил Номер 6314 10 эскадрилья морской авиации 1918 год Российский истребитель Сикорский С-16 1916 год Германский истребитель Эльпфальц Ди Третий номер 370 G110 1917 год Пилот Гехт Германский истребитель Фокер Ди 7й Джейвс 5125 G111 1918 год В августе на нем летал Герман Геринг Австрийский истребитель Авиатик Берг Ди Номер 138.54 Флайка О-56 Йота Итальянский фронт 1918 год Пилот Утмар Вольфон Германский истребитель Роланди 2 1918 год Английский эскортный истребитель Фейри Ф-2 1916 год Английский истребитель Ф-И-2Би Номер 4883 20 эскадрилья 1916 год Французский истребитель Спад А-2 Номер 19 1915 год Прототип итальянского истребителя Памильо Гамма 1917 год В 91-й эскадрилье на нем летал Марио Де Бернарди Французский эскортный истребитель Кодра-Ар-11 Номер 41964 1917 год Английский эскортный истребитель Бристоль Ф-2Би Номер 8084 139 эскадрилья 1918 год Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке royalip.com http двойной слеш royalip.com Оставить тетцев о книге http двойной слеш royalip.com слеш command слеш иванов подчеркивание слеш аэстребитель подчеркивание порвой подчеркивание мировой подчеркивание войне подчеркивание и чест подчеркивание 2 .html Все книги автора http двойной слеш royalip.com слеш осер слеш иванов подчеркивание с .html